ПЕСНЯ Видите, это удивительное состояние. Нужна аскеза сначала, нужно настроиться на лес. Вы на что надеялись, когда написали вот такое письмо? Ну, если хотите ответа, встаньте и в двух словах спросите меня, что вы хотите от меня. Я вам отвечу гораздо развернутее, чем вы думаете. Вот это длинное письмо означает, что вы не верите, что я пойму вас. Микрофончик дайте, пожалуйста. Микрофончик, вот девушка, вот симпатичная девушка на первом ряду. Пожалуйста, мы сейчас с ней пообщаемся. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Как вас зовут? Спасибо. Давай. Спасибо вам большое. Знакомые лица девушки, скорее всего, приезжали или на лечение, или на фестиваль к нам. А вы можете не уходить? И цветочки положите вот на колонку, ну куда-нибудь, на колоночку там, куда-нибудь. Может, на колоночку нельзя. Ну, вот здесь вот, чтобы все видели. Ага. На красный вот этот вот, да, вот так вот, ага. Мы их раздадим после лекции. Это для всех. Ну, давайте, я вас слушаю. Вы знаете, цель какая? Вы же хотите от меня что-то узнать, да? Не нужно много рассказов, я и так все пойму. Давайте. Спрашивай. Вопрос на самом деле такой. Как в любом месте в мире чувствовать себя комфортно? То есть у меня ситуация такая, что я была в одном месте, приехала в другое, далеко от города. Вы знаете, у вас очень сильное внутреннее напряжение. Это напряжение, оно у вас всегда по жизни существует. Вам нужно какое-то место, где бы вы расслаблялись все время. Например, хорошо жить в лесу, допустим, или в деревне там. В городе вам вообще тяжело. Поэтому вы не поехали в город, потому что, ну, еще тяжелее. Так? Правильно? А, степь, вам лес нужен, лес, да. Вам степь не нужна, да, это не ваше место. Надо найти деревья, посадить рядом вокруг себя. Хотя бы вокруг дома 6-7 деревьев посадить, вам легче станет. Потому что степь – это другая энергия. У вас очень напряжение сильное, степь дает тоже напряжение. Лес успокаивает. Вы просто, ну, не выбрали правильное место для жизни. А вопрос такой мне… Я думаю, в связи с тем, что вышла замуж, мне как-то бороться в сторону переезда обратно в город или хотя бы… А в городе вам легче не станет, тоже будет напряжение. В лес? Ну, понимаете, лучше лес посадить, понимаете, легче лес посадить там, чем переезжать в лес. Это же, представьте, менять дом там. Вы просто посадите вокруг дома деревья, и вы почувствуете себя очень комфортно. Они будут ваши родные деревья эти. Знаете, у женщины есть такая склонность. Она мужчину воспринимает как объект, с помощью которого надо решать все свои вопросы. Ну, то есть она его как бы пытается направить в то русло, которое принесет ей счастье. Мужчина как бы для нее такой козел отпущения. Она как бы на него прилагает усилия и начинает менять свою жизнь с помощью него. Так любая женщина делает, это нормально. Дети мучают маму, женщина мужа. Вот. Так устроена жизнь. С этим ничего не сделаешь. Но есть такой анекдот. Это один алкоголик, у него кот упал в спирт. И он кота выжимал, и кот нечаянно сдох. Выжимал спирт из него, и он вдруг сдох почему-то. Бывает так, что женщина, она не замечает, как муж, ну, у нее уже это, начинает. Есть три стадии заболевания женщины, знаете. Первая стадия больна. Вторая стадия очень больна. Третья вдова. Понимаете, о чем я говорю? Вот я сейчас чувствую, что у вас больше проблема не в том, что вам некомфортно жить. А муж у вас уже его немножко подколбашивает. Его подколбашивает, потому что не моется. Нет, потому что вы его немножко уже замучили просто, моя хорошая. Понимаете? Ну, замучили его чуть-чуть. Что это такое? Вы не готовы были слышать, да, такой ответ? Не готовы. То есть, понятно, чем замучила. Чем замучила? Беспокойственна. Беспокойным мог. То так, не это не так, то то не так. Представьте, мужчина нашел дом, наконец-то приехал, потом жена говорит, переезжай сюда, я здесь больше не могу. Для него же это не просто переехать, надо искать другое, там, столько геморроя. Она говорит, я не могу, а сейчас. Так? Ничего не спасибо, садитесь сейчас, я вам помогу, не волнуйтесь. Думаете, я вас не понимаю? Я понимаю, вы женщина очень чувствительная, вам там тяжело в этом месте. Первое, что сделаете, посадите деревьев. Не надо никуда переезжать, иначе он с ума сойдет. Вы самое главное поймите, что вы нашли себе хорошего человека. Кто такой хороший человек для женщины? Это человек, который терпит ее эмоции. Вот если он вообще просто терпит, уже хороший. Видите, он у вас терпит, он как бы нормально держится по-мужски. Это каждая женщина касается. Женщина слушает, это важно понимать такие вещи, потому что мужчине очень трудно эти эмоции терпеть. У него дырка в сердце. А у женщины сердце идет сила эмоциональная. Эмоциональная сила. А там у мужчины дырка в сердце. Ему очень трудно это все терпеть. У женщины дырка вот здесь вот. Когда мужчина начинает демагогию разводить. Сейчас я тебе объясню, как правильно жить. Пошел. Она чувствует, что-то я не могу слушать. Меня уже мозги не соображают. Что-то остановка мышления произошла. Что он хочет непонятно от меня. Устала уже, все, не могу. Отстань от меня. Замолчи. Так? Знакомая история? Точно так же женщина, она эмоциями давит. Мужчина. Давай завтра поговорим, все. Он не может как бы это все слышать. Ему тяжело. Она ему в сердце долбит. У него там нет защиты от женщины. Поэтому женщины должны беречь мужчин. А мужчин и женщин. Вы сейчас необузданная лошадка, понимаете? Вы как бы не знаете, что надо кого-то беречь. Вы просто... Ну, у вас такое сознание. Вы думаете, я вышла замуж. Такая симпатичная, красивая, хорошая. Вышла замуж. Как бы... Деньги заплачены, где услуги? Я вот так чувствую, от вас идет такая сила. Деньги заплачены, где услуги? Вот. Но... Бобик может сдохнуть. Понимаете? То есть, надо понять, что возможности мужчины, они тоже ограничены. Он не бесконечный по своим возможностям. Я понимаю, там, не нравится это мороженое, давай другое. Но не нравится этот дом, давай другое, это уже другое. Это не мороженое, понимаете? Дом поменять, это не мороженое. Это серьезная вещь. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Поднимите руку мужчины, который может смело в секунду сейчас согласиться с тем, чтобы поменять свое жилье ради жены. Четыре человека. Видите? Пять. А кто не готов? Поднимите. Слава, шеста не готовы. Не готов, потому что не каждый способен на это. Такие решительные шаги. У вас очень нежный, добрый человек, мужчина. Добрый у вас очень человек. Я чувствую его. Он немножко в шоке от вас. Немножечко пока. Потому что вы его еще не доотжимали. Но по вашей судьбе вы можете остаться одна. У вас есть это в судьбе где-то через полтора года. Если вы будете продолжать время в том же духе, то вдруг окажется, что у вас никого нет. Человек сбежит от вас просто. Единственный способ помочь своей психике нормально, помочь по-настоящему, это успокоить себя изнутри. Всегда кажется, что кто-то извне должен меня успокаивать. Но это неправильная тактика. Нужно успокаиваться самой, внутри себя. Слушайте лекции. Мне кажется, что вы пришли первый раз на лекцию. Слушайте, сколько лекций. Год. Ну вы только включаетесь. Я вот чувствую, у вас нет глубины пока в этом. Вы только включаетесь в это все. Но вы включитесь обязательно. И вы сможете все сделать. Вы разумная девушка. Сможете все поменять в своей жизни. Сейчас в сердце вот здесь очень сильное напряжение. Это результат влияния вашей судьбы. Вам кажется, что кто-то в этом виноват извне. Неправильно выбранное жилье и так далее. Да, это вызывает большую нагрузку на сердце. Больше напряжения. Это факт. Но это все можно принять при желании. И легче станет. Если вы примете, легче станет. Три стадии победы над судьбой. Первая стадия. Принять ситуацию в своей жизни. Вторая стадия. Когда человек принимает ситуацию в своей жизни, до этого ему кажется, что виноват тот и другой. Когда он начинает принимать, потом на второй стадии он чувствует, что виноваты оба. А потом на третьей он чувствует, что только я виноват. Судьба уходит как бы внутрь. Она сначала выходит наружу из сердца и там начинает действовать. Это неблагоприятно. Когда человек чувствует, что только он виноват в своих проблемах, тогда наступает мир вокруг. Муж успокаивается, становится легче жить. Вы не сможете никуда переехать в ближайшие два-три года по вашей судьбе. Но потерять мужа можете запросто. И разрушить свою жизнь. Видите, вы совсем непригодны для работы. Вы там вообще мозги вынесете всем на работе. Уже пробовали, нет? А? И как? Хорошо? Но ушли, да? Когда переехал. Когда переехал. Ну, хорошо. Супер. Как-то выживайте, да. Лучше всего всё-таки в личной жизни обосноваться, как-то начать стабилизироваться, как-то успокоиться. Перестать пытаться мучить мужа. И всё у вас будет хорошо. Вот этим занимайтесь. У меня записок столько, что я даже за три часа не отвечу. Поэтому будем как можем двигаться вперёд. В компьютере часы не работают, поэтому у нас есть ещё совсем немного времени. Мой молодой человек занимает руководящие должности. Он настоящий воин и боец. Но от этого у него проблемы с чувствами. По его словам, он не может почувствовать настоящую любовь и единение. Он говорит, что не любит меня. Я тоже не испытываю к нему фейерверк чувств, как это было раньше. Скажите, пожалуйста, у нас есть будущее. Вот это как раз та тема, о которой я говорил. Что люди сначала балдеют друг от друга. Потом вдруг неожиданно обнаруживают, что балдёж закончилась. И думают, а чё, зачем тогда дальше жить вместе. Понимаете, вот эта твёрдая позиция внутренняя. Видите, я вчера всю лекцию этому посвятил, и всё равно мне приходит такая же записка. Это означает, что понять эту тему очень сложно. Что любовь означает труд души. Это означает, что я должен что-то делать, делать, служить близкому человеку. И у него постепенно приходит благодарность ко мне. Эта благодарность и вызывает счастье. А не ощущение балдежа от близкого человека. Понимаете, это всё заканчивается. Этот балдёж заканчивается. Это во всех песнях эстрадных об этом поётся. Всё заканчивается. Недавно на Чёрном море купался и там плавал. И под музыку Джо Досена была такая песня, что типа... Мы с тобой расстаёмся. Мы уже не можем вместе быть. Вот так вот такое. Классика жанра. И такой под музыку Джо Досена. Па-дам-па-бам-па-бам-па-бам. Па-дам-па-бам-па-бам-па-бам. Такая музыка. Добрая, нежная. И типа... Ну не можем мы. Ну что сделаешь? Ну давай будем потихоньку расставаться. Па-бам-па-бам-па-бам. Такое. Вот. Ну, конечно, весело всё. Но это классика, понимаете? Классика жанра. Можно объяснять как угодно, что я очень такой мужественный человек, поэтому не могу почувствовать любовь. Но на самом деле причина очень простая. Побалдели друг над другом, и счастье закончилось. Это же классика жанра. Любая чувственная деятельность всегда остывает. В детстве смотрел детский фильм. Один там об этом как раз пелось. Я с детства полюбил хавлу с орехами и смаком. И воздавая ей хвалу, вкушал её со смаком. Ну, увы, увы, увы. Я утратил вкус халвы. Прошла любовь, завяри, помидоры. Понимаете, всё это классика жанра. Это бывает всегда и у всех. Но так как у людей нет опыта и знания, они думают, что мне не повезло. Вот у меня раньше было чувство у человека, потом раз, кончилось. И человек думает, ну, наверное, у нас какая-то несовместимость. Люди часто разводятся, они пишутся в ЗАГСе. Я спрашивал у работников ЗАГСа. Пишут в основном. Разводимся, потому что нет совместимости. Но нет совместимости буквально означает, что они не чувствуют часть друг от друга. Или мы не любим друг друга. Это очень примитивное мышление. Оно не приводит ни к чему хорошему. Обязательно каждый человек, приходит время, остывает по отношению к близкому человеку. Неизбежно. Но вчера мы с вами вот эти слушали песни, что такое верность там и так далее. Это означает служение близкому человеку. Это означает, что я просто заставляю себя. У меня нет, чувств уже кончились. Я заставляю себя служить близкому человеку. И от него приходит благодарность. Эта благодарность вызывает другие чувства совсем. Чувство верности, чистоты в отношениях, возвышенности, глубины и так далее. Но если мыслить вот этими категориями, я ничего не чувствую от человека, как мне с ним жить. Это означает, потребительская позиция, она всегда приводит к разрушению семьи. Всегда. У меня есть один знакомый в Москве, он даже не смог жениться по этой причине. Ну там уже было 40 лет, когда мы с ним общались. И он не смог жениться. Он был в такой светском обществе, у него было много девушек. И он говорит, Олег Геннадьевич, не поверите, сначала любил год кого-то, потом все меньше. Сейчас уже три недели полюбил, уже больше не могу, все. Понимаете? То есть оно все время уменьшается. Чем с каждой новой девушкой любовь, это влюбленность, она становится все короче, короче, короче. Потом вообще как бы ее не останется. Понимаете, все кончается в этом мире. На бабушку пришла к врачу, говорит, что-то я, сынок, не мочусь. Он говорит, а сколько вам лет? Она говорит, 80 уже. Он говорит, ну бабушка, все, кончилось моча. Возраст. Это шутка, конечно. А если говорить по правде, то все кончается, чувства они угасающую природу имеют. Есть такая психолог по семейным отношениям Алешина. Она сделала серьезную диссертацию, докторскую диссертацию на эту тему. Показалось, что сначала чувства возрастают, потом они гаснут. Потом идет период задумчивости в отношениях, что делать. И если люди начинают служить друг другу, и у них потом дальше возрастают чувства, и потом с возрастом чуть-чуть гаснут, получается буква Б. И вот здесь на пике нижнем, это через 8-9 лет, люди расстаются обычно. От 6 до 9 лет. Чувства угасли и до свидания. У тебя чувства не угасли ко мне? Все нормально? Со мной ездит уже целый год. Люди надоедают друг другу. Но если есть забота, если есть служение, если люди помогают друг другу, то это не может никогда надоесть. Невозможно. Поэтому не обращайте внимания на то, что у вас нет чувств. Служите друг другу. Работайте над собой. Прощайте. И постепенно благодарность, вот это вот настоящее отношение придут в вашу жизнь как награду. Стесняюсь молиться и желать счастья при муже. Жду, пока он уйдет на работу. Правильно ли это? Это нормально. Это нормально. Вы на самом деле стесняетесь больше саму себя. Люди, когда начинают что-то новое в жизни, они всегда думают, что это как-то непонятно. Хорошо это или плохо вот так делать. Люди боятся этих перемен. Также и близкие люди тоже настораживаются, когда мы начинаем что-то новое в жизни делать. Понимаете, есть деятельность, связанная с разумом, она всегда вызывает страх. С разумом связаны не только поступки, ну так же и питание может быть связано. Например, ешь ты яблоки или не ешь, никто не обратит внимания. Допустим, ты сегодня ешь яблоки, завтра скажешь, я не ем яблоки. Потому что яблоки с разумом не связаны. С разумом связано мясо. Если ты перестал есть мясо, сразу... Перестал есть мясо? Все, сразу все в шоке. Вот. Яблоки перестал есть, никто не замечает. Так? Скажете, ну мясо это белковая пища, там, ну хорошо, крупа белковая пища. Перестал есть крупу, никто не замечает. А мясо, оно влияет сильно на судьбу. Поэтому... Или перестал пить, допустим. Что, вообще не пьешь? Ну вообще что ли не пьешь? Ну хотя бы на праздники. Уже начинают все возмущаться. Потому что это связано с разумом. Также молитва, она связана с разумом. Человек меняет состояние разума, все сразу беспокоятся. Человек там повторял, допустим, всякую ерунду, анекдоту. Никто не обращал внимания. Когда человек начинает повторять, я желаю всем счастья. Ну, допустим, представьте, едет автобус. Человек громко рассказывает какой-то анекдот. Все улыбаются себе вот так вот. Стоят, отвернулись от него. Вон пошлое анекдот рассказы, все улыбаются. Но если человек встанет, начнет повторять. Я желаю всем счастья на весь автобус. Будет шок. Сразу все очень сильно удивятся. Почему? Потому что это влияние на разум. Влияние на разум происходит. Также громкий смех. Когда человек смеется громко, все в шок сразу впадают. Потом сами начинают смеяться постепенно. Их разум тоже меняется от этого. Таким образом, все, что влияет на судьбу или на разум, это вызывает у людей страх, отторжение. Потом разные стадии. Первая стадия – страх. Вторая – отторжение. Третье – сопротивление. Четвертое – привыкание. Пятое – интерес. Шестая. Действие, направленное на помощь, взаимодействие. А посылку – несколько лет. Все это за несколько лет происходит. Когда я начал думать о Боге, то сначала у матери возник страх. Она обратилась в психиатрическую больницу. Мне поставили диагноз шизофрения. Потом она поняла, что она неправильно сделала диагноз. Сняли. Потом она начала изучать это, задумываться. Потом она приняла. И пришло время, она сама начала молиться уже. «И вы там наверху, не топочите, как слоны». Муж часто помогает маме и кушает у нее. Я ревную к тому, что она кормит его. Правильно ли это? Ну, понятно, что вы будете ревновать. Поэтому существует естественная конкуренция между теми, кто любит одного человека. Допустим, мама любит своего сына, и жена любит своего мужа. Это одна и та же энергия эгоистической любви. И только она действует через разных людей. И мама вообще должна отдать своего сына, дочь, жене. Отдать. Не сильно, как бы, тянуть его на себя. Ну, все, как бы, она уже не может так больше, как бы, наслаждаться обществом ее, потому что он теперь у него и жена, она должна наслаждаться. По идее, мама так должна сделать. Но иногда мамы не хотят, не уступают. И тогда начинается конкуренция. Эта конкуренция выражается в страшном таком слове, которое звучит страшным образом «теща». Теща, об всем все сказано. Но иногда... Или, допустим, с нахатом и так далее. Но идея в чем заключается? В том, что если женщина, она любит маму своего мужа больше, старается любить, чем свою даже, тогда все вопросы решаются. Она должна служить маме мужа больше, чем своей женщине. Тогда все вопросы решаются. Она прилагает усилия, получает результат. Мужчина точно так же должен делать. «Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. А по правде же сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня». Песни такие. «Теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны. Их аромат и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много я берусь». Понимаете? То есть нужно прилагать усилия, делать решительные шаги в сторону тещи. То есть стать смелой, посмелую жизненную позицию занять, любить ее со всех сил, она будет фыркать. Но постепенно она примет. Скажет, конечно, он не такой, какого я мечтала. Но ничего. Понимаете? Потому что все повторяется. Понимаете? У матери примерно такая же судьба, как у дочери. Мать уже свое прожила. И она знает, с какими жить не надо. То есть с какими она сама жила, с такими и не надо. Вот. И теперь она видит, что дочка повторяет все то же самое. Она говорит, не надо с этим встречаться. Не надо. А она встречается, потому что она же должна свою жизнь прожить. Дочка живет свою жизнь, мама свою. Каждый имеет право на свою жизнь. Но если дочка слушается маму, слушается маму, тогда ее жизнь будет лучше. Но для того, чтобы дочка слушалась маму, мама должна учиться вести себя правильно в жизни по отношению к дочке. Это очень ценный дар. Возможность, чтобы тебя дети слушались. Это значит, что ты правильно настроен. А если ты не настроена правильно, то получается, как в песне. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, а я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Повстречалась с колюшкой на своей горюшке. Ах, мамочка, зачем? Такие песни возникают из-за отсутствия контакта, отношений между мамочкой и дочкой. Но как есть, так есть. Вы не можете ничего за одну секунду поменять. Дочка будет повторять ваши ошибки. И поэтому нужно дать ей возможность жить с тем человеком, который она выбрала. И нужно быть злобной тещей. Иначе вы разрушите просто ее жизнь дальше еще больше. Потом сами же будете сожалеть об этом. Итак, мы с вами... Я, к сожалению, вы много мне набросали с фотографиями. Я понимаю, что все это важно. Но если бы у меня было 10 голов и 10 микрофонов, 10 аудиторий, я бы, наверное, как-то разгреб это все. Поэтому так потихоньку будем двигаться вперед. Лучше просто слушайте лекции. У меня есть на сайте такой сборник лекций, который называется «Ответы на вопросы». Это есть на «Арведа-радио» такие сборники лекций. Там очень много всего отвечается, особенно по семейным отношениям. И вы можете найти ответ на свой вопрос. Они обычно похожи в ситуации жизни. Движемся потихоньку дальше по темам. Мы говорили о мужчине и женщине вчера. И мы будем двигаться потихоньку вперед. Мы не все темы вчера раскрыли, потому что было вступление большое. Так нужно. Говорим мы об отношениях в наше время. Мы быстро поговорили о различии психических функций, обязанностях мужчины и женщины. Особенность отношений в наше время заключается в том, что люди не получают нравственного образования. В нашей школе учат математики, физики, химии, английскому языку. И эта учеба имеет поверхностный характер для развития личности. Если человек закончил даже очень серьезный институт и получил высокую квалификацию по своей специальности, с точки зрения лидического знания, все равно он не образованный человек. Потому что нравственное образование или образование понимания, как жить, как правильно относиться к своей жизни, является более ценным, чем просто получить квалификацию. Даже люди, которые получают квалификацию, многие не знают, это ли их предназначение заниматься вот этой деятельностью. Потом, когда они выучиваются, оказывается, что им это не нравится, они не могут этим заниматься. И, кстати, в 5 лет, 7 лет образования пошло на смарт. Поэтому веды объясняют, что вообще самое высшее образование человек получает еще в утробе матери. Если мать, когда вынашивает ребенка, думает о Боге, молится, это ее главное занятие, потому что ребенок внутриутробно получает веру, склонность верить. Это еще внутриутробно закладывается. Если в скандалах ребенок развивается, когда родители ругаются между собой, его возможность верить будет слабая, у него страх будет преобладать в жизни, в его психике. Но если мать находится в атмосфере, в такой молитвенном, когда ребенок растет, она не думает ни о чем, кроме Бога, она не обязана работать в это время, решать какие-то вопросы, беременной женщины, то ребенок становится духовно сильным, у него есть вера в счастье, которое приходит с молоком матери в грудном возрасте или в внутренутробном возрасте, с сердцем матери. Он от сердца матери получает в это время силу, чистоту. Мать является первым наставником человека. Потом дальше, когда ребенку исполняется где-то 5 лет, с 5 лет до 10, человек получает нравственное образование. Дети очень сильно интересуются этим, они замечают, как люди относятся друг к другу, они пытаются понять, что такое правда, что такое ложь, что такое любовь, как правильно себя вести. Они сильно обижаются, когда видят несправедливость в этом маленьком возрасте, они играются в отношениях. Они в математику, физику, химию не играются, дети. Играются в отношениях всегда. Означает, развивается личность в это время. Нравственные качества личности развиваются в этом возрасте, и детям не нравится учиться в школе математику, физику, химию, не нравится им изучать в детстве, в раннем. Почему? Потому что им хочется вот этого нравственного образования. Они пытаются понять, как жить в это время. Представьте, вы еще вообще даже не знаете, что такое машина, вас сразу садят за руль и говорят, все, вот на эти кнопки называют, поехали. А вы говорите, а зачем надо ехать? Не спрашивай, поехали и все. Понимаете, человек изучает математику, физику, химию, он даже не знает, что такое жизнь в это время. Надо учить жизни. Это в древней культуре детей в таком возрасте учили нравственности. Учить нравственности означает глубокое сознание. Приведу вам пример одного святого царя из его летописи, как он учился. Первая его книга была букварь, а букварь означает нравственная книга. Там А, допустим, какие-то с буквой А, качества, связанные, нравственные и так далее. И первая фраза, которую он изучал, это была фраза «Всегда будь правдив, никогда не лги». И он учил эту фразу, изучал, ему было всего пять лет. И вторая фраза была «Если тебя наказывают, всегда слушайся старших, и если старшие тебя наказывают, принимай это, терпи». Ну вот две основные фразы. И другие дети уже как бы считали, что они выучили целую страницу там или больше. А он сказал учителю, что он выучил одну строчку точно и, может быть, вторую. Учитель его несколько раз переспрашивал, «Неужели ты как бы не выучил больше ничего, ты что, больше ничего не читал?» Он говорит, «Нет, я все читал, но я выучил вот только это». Этот царь всю жизнь никогда не брал, понимаете? У него не было ни одного случая, когда бы он кого-то обманул. Это значит, выучил первую строчку, понимаете? И потом, когда его старший начал ругать его, учитель, потом он начал его хворостиной бить, наказывать, что он плохо учится, тот немножко всхлипнул. И когда он всхлипнул, он посмотрел на учителя и сказал, «Я вторую строчку точно не выучил». Потому что там написано, всегда терпи. Понимаете? Это означает очень сильный разум. То есть разумный человек принимает все на всю жизнь и очень глубоко. Он уже не делает так, как он выучил. Но мы изучаем все очень поверхностно. Мы что-то почитали, послушали, да я это все и так знаю. Знаю означает, что ты так живешь. А если так не живешь, значит, ты ничего не знаешь. Ты просто это в уме, у тебя прокрутилось и все. Потому что информация может находиться в уме, или в голове, или в разуме. Что означает в сердце? В сердце означает, что ты глубоко воспринял все это. Ты можешь с помощью этого знания поменять свою жизнь. А если ты просто принял во внимание, то от этого ничего не меняется. Таким образом, надо много раз прослушать одно и то же, чтобы это дошло до сердца. Это важно понять. Ваш приход на лекцию не должен закончиться. Ваше познание не должно этим закончиться. Нужно слушать дальше. Я изучал эту тему серьезно. И в моей научной работе в диссертации показано, что где-то через год начинается меняться личное слушание лекции, через год меняется личная жизнь. А через два года люди улучшают отношения уже вполне конкретно, серьезные. То есть два года — это как раз тот срок, когда фундаментальные изменения в сознании человека происходят, и он способен очень серьезно поменять свою жизнь. Представляете, два года надо слушать лекции. Можно здесь провести статистику. Кто из вас слушает лекцию полгода, и ваша личная жизнь уже поменялась? Поднимите. Смотрите, зал. Видите, есть такие люди. Это признак сильного разума. Кто из вас слушает год, и ваша личная жизнь уже поменялась? Видите, уже больше руки. А кто из вас слушает два года, и ваша жизнь поменялась? Вот, видите, тоже. Ну, то есть, идея в том, что даже пол... А кто две недели слушает, и ваша жизнь поменялась? Два человека. Это редкий случай. В худшую? Может, может поменялась в худшую. Мне даже написал один мужчина письмо, говорит, моя жена начала слушать ваши лекции, она мне теперь выносит мозги, постоянно говорит, как я должен себя вести, цитирует из лекций фразы. Она меня замучила. Перестаньте читать ваши лекции, вы разрушаете мою семью. Хотя на каждой лекции я говорю, что надо лекции слушать не для того, чтобы менять близкого человека, а для того, чтобы меняться самому. Видите, то есть, жена была недостаточно разумным человеком, чтобы понять, зачем слушать лекции. Она начала влиять на близкого человека с помощью этого знания. Это как раз разрушительно. Представьте, если вы не знаете обязанности мужа, вам, по крайней мере, легче жить от этого незнания. Вы более-менее еще как-то живете нормально. Но если вы точно знаете обязанности мужа, тогда жизнь становится невыносимой. Подумайте, вот другие мужики, как лебедушки, а у меня бедоносец. Он не знает, как выполнять свою обязанность. Кроватая фраза из фильма «Любовь и голуби». Понимаете, надо четко знать свои обязанности и прощать недостатки близкого человека. В этом заключается правило счастливой жизни семейной. А не в том, чтобы очень сильно заостриться на недостатках близкого человека и забыть про свои. Хоть я вам об этом сказал, все равно у вас будет тенденция в эту сторону. Вы увидите. Все равно вы будете мучить близкого человека больше после лекций, потому что первая стадия развития Личности – это желание окружить себя счастьем. Человек, когда начинает работать над собой, первое, что он хочет сделать, он хочет поменять всех вокруг. Начинает мучить мужа, жену, тещу и так далее. Жучку даже. Даже под раздачу животные попадают. Их вегетарианцами делают и так далее. Ну, то есть, под раздачу попадают все, кроме меня. Сам человек меняет себя в последнюю очередь. Эксперимент сначала ставится на всех остальных. Ну, а если я, допустим, жена начала рано вставать, то, а муж спит, это вообще она считает преступлением. Она начинает его тормошить, говорит, ты должен рано вставать, но у него нет идеи, он не вдохновлен, потому что сначала человек получает знания, потом вдохновляется, потом меняет свою жизнь. Такая последовательность. Если он ничего не получал, никакого знания, зачем ему менять свою жизнь? Не надо его мучить. Итак, особенности отношений в наше время. В наше время люди недоразвиты. Существуют нравственно недоразвиты. Поэтому существуют три стадии нравственно недоразвитости, которые дают третий по семье. Первая стадия недоразвитости — это просто люди, не способные понимать друг друга. И всё. Вот развитая женщина понимает, как устроена психика мужчины, и она прощает ему естественные мышечные недостатки. Злиться, допустим, очень упрямый, категоричный, напористый. Хочет всегда, чтобы его было там и так далее. Устанавливает законы в семье, которые трудно выполнять. Это естественные недостатки мужчины. Они очень легко решаются, эти недостатки. Просто, когда женщина принимает внешне то, что мужчина говорит, а потом потихонечку его перенаправляет с помощью любви и ласки. Уступчивого подхода она его постепенно перенаправляет. Так должна женщина вести себя. Естественные недостатки женщины — это чувствительность, желание контролировать мужа. Это естественный недостаток женщины. Она пытается с помощью него решать вопросы своей жизни. Вот так вот. То есть у меня есть какие-то проблемы, я уже не считаю это своими проблемами, это его проблемы. И начинаем на него мучить его этими вопросами. Это такая эксплуатация мужской энергии. Мужчина эксплуатирует тело женщины, пытается наслаждаться им. А женщина эксплуатирует психику мужчины и его жизнь. То есть она эксплуатирует его деньги, его положение в обществе, его возможности и так далее. А мужчина эксплуатирует тело женщины. Каждый выживает как может, да? Но надо понять, что эксплуатация всегда приводит к конфронтации, конфликту. Лучше служить близкому человеку, а не эксплуатировать его. Это аскеза, так жить аскетично, трудно. Но так надо жить, это единственный выход. Итак, первая стадия — это чувствительность, сильно большая чувствительность друг друга. Люди не переносят друг друга просто. Это первая стадия недоразвитости, нравственной недоразвитости. Потому что развитая женщина, как выглядит развитая женщина? Некоторые думают, что развитая женщина означает эта женщина полностью эмансипированная такая. Сейчас современное восприятие, а развитая женщина — это женщина такая. такая крутая, в крутой юбке такая. Но мужчин смотрит таким холодным, высокомерным взглядом. Развитая такая. и все по барабану. Но это как раз недоразвитая женщина с точки зрения древней культуры. Потому что развитая женщина означает смиренный, спокойный взгляд, устойчивый нрав, хорошая выдержка, терпение. Чувство собственного достоинства работает в сторону уступчивости и внутренней твердости. Это не забитая женщина, не зажатая, забитая и замученная. Она просто выдержанная, спокойная, смиренная, уступчивая и знающая, где ее сила женская. Женская сила в энергии любви. Она все так сделает, что никто не заметит. Она все по-своему сделает, но никто не заметит этого. Так действует разумная женщина. Но неразумная женщина, она из себя делает пуп земли. Всегда всем все доказывает, пытается по-своему сделать, ведет себя жестко, жесткий стиль такой выбирает в отношениях. И это называется эмансипация в современном обществе. Означает жесть, которая приводит к одиночеству по факту. Вот это эмансипированное поведение женщины означает недоразвитость. Но это уже не первая стадия, это уже вторая. То есть вторая стадия недоразвитости означает, женщина начинает вести себя по-мужски, а мужчина по-женски. Вот в чем выражается у мужчины женское это поведение? Безответственность, выпивон, разврат, неспособность зарабатывать деньги, гнусавость, чрезмерная склонность к сексу. Человек падок, мужчина падок на секс, он не может себя сдерживать в половых отношениях. Секс – это женская энергия. Эта энергия в сторону женской, это близкие отношения, интимные отношения – это женская природа. Когда у человека зашкаливает женская энергия, ему хочется выпивать. Также желание выпивать означает, бутылка тоже женскую природу имеет. Она заменяет секс. Если человеку не хватает секса, значит, надо выпивать. Иначе как можно жить? Когда у мужчины сильно повышена чувственная деятельность, ему трудно трудиться, работать над собой, волевые усилия совершать, побеждать судьбу, очень трудно. У него с этим большие проблемы. Но в современном обществе даже мужской принцип вот этот, он извратился. Потому что раньше было мужик или не мужик означает сможешь, не сможешь, ответственный, неответственный. Мужик, не мужик также означало в древней культуре победишь, не победишь. Понимаете, мужик, не мужик означало способность победить судьбу, сражаться, идти на войну и так далее. Доблесть, храбрость, отвага, мужество, сила, разумность, ответственность. Мужик, не мужик. Сейчас мужик, не мужик означает две вещи. Первое, мужик, не мужик, это сколько у тебя баб, простите, по-русски говорю. И второе, мужик, не мужик, сколько ты хряпнул. Ну то есть не выпиваешь, что ты не мужик. Мне вот в юности, я когда помню, я не пил, и мне говорят, ты что, не мужик, что ли? То есть это такое сгращённое понятие, мужик означает выпивать. Хотя выпивка означает деградация для мужского начала, по факту. Потому что само спиртное увеличивает женские гормоны. У людей, которые много пьют, у них груди начинают расти, лицо краснеет. То есть выделение женских гормонов вызывает изменения. Пузо становится большим. Результат выпивки женское состояние тела становится. Итак, видите, это вторая стадия деградации, когда мужчина становится похож на женщину, а женщина похожа на мужчину. Как женщина похожа на мужчину? Означает, что у неё больше склонность во внешней деятельности, она больше склонна работать, заниматься бизнесом, и меньше склонна заниматься с детьми и семьёй. Соответственно, какого мужа она себе находит? Тоже, у которого есть такие же изменения, но по-мужски. То есть она находит, эмансипированная женщина находит себе слабовольного мужа, который сидит дома, работать не хочет. Ему снятся острова всё время и удивительные страны. Ему очень трудно волевые усилия над собой совершать. И она думает, ну что же я себе нашла вообще? Ну ты точно такая же, только по-женски. Если ему дать сейчас мужские гормоны, если тебе дать мужские гормоны, а ему женские, то вы поменять с местами. Он станет таким нахрапистым, но уже на женских гормонах станет на прахрапистой женщиной, а ты станешь безвольным мужчиной на мужских гормон. Понимаете? То есть это одно и то же. То есть у женщины, когда женщина эмансипирована и безвольный мужчина, это одно и то же, потому что именно волевые усилия у женщины означают обуздать в себе вот эту вот безудержность. То есть стать скромной, спокойной, выдержанной — это признак женской силы, а не слабости. Потому что это и действует как сила. Потому что когда женщина ведёт себя жёстким в стиле, как бы с мужчиной, это вызывает у неё безумие. Есть две вещи, которые вызывают у мужчины желание биться, драться, бить жену. Первая, основная причина — это вот этот вот жёсткий стиль. Когда на петуха бросаешься, у него никакого выхода нет, только начать войну. Он как бы начинает махать крыльями, пукарекать и кидается в бой. Даже если перед ним стоит превосходящий по силе противник. Эта мужская природа так действует. Если вы мальчика начинаете наказывать, бить, вы из него сделаете садиста. Если, допустим, мужчина ребёнка своего сына наказывает, ничего страшного. Если женщина начинает бить мальчика, он не может этого принять. Он всё равно будет как бы... Понимаете? Потому что мужская природа не терпит, когда женщина бросается на него. В результате мужчина становится садистом, он потом издевается над женщиной, потому что он с детства получил вот эту эмоцию, что женское начало пытается его поработить, стать сильнее. Понимаете? Поэтому женщина, когда бросается на мужа, кричит на него, жёсткий стиль выбирает, такое унижает, ну то у мужчины есть два варианта. Или стать тряпкой, спиться, ну то есть поломаться психически. Или второй вариант бить, драться с ней, бить её, пытаться отстаивать свою мужскую природу. Второй вариант, когда мужчина бьют женщину, это когда женщина, она очень сильно привязана к мужчине, не хочет его бросать. Допустим, это классический жанр, когда мужчина очень богатый, и она ему всё позволяет, всё прощает, балует его и превращается в тряпку сама, а он начинает её бить, издеваться, и в конце концов уже спит с чужой женщиной у неё на глазах, как результат её поведения. Вы понимаете, я не говорю сейчас о том, что классическая, правильная женская природа означает забитость. Я говорю о правильном чувстве женского чувства собственного достоинства. Правильное чувство собственного достоинства у женщины означает, что она снисходительно относится к мужской силе. Она позволяет мужчине быть сильным, пускай даже немножко не в ту сторону сильным. Вот если он даже немножко как бы наглеет свои силы, это нормально, ничего страшного. Но женщина никогда не унижается в этом случае. Она может уступить, допустим, но у неё остаётся своё мнение, допустим, у неё остаётся внутренняя сила, твёрдость. И женщина, она всегда побеждает мужчину. Есть одна причина, по которой женщина всегда побеждает мужчину. Знаете, какая причина? Любая эмоция и любое желание у мужчины быстро начинается и быстро заканчивается. А у женщины, она начинается несколько дней и заканчивается несколько дней. Поэтому мужчина уже всё простил, уже всё понял, раскаялся, а женщина, она ещё только начала обижаться. «Ну, ты чё? Ну, давай, всё, я уже всё. Прости меня!» Она говорит, «Чуть попозже же. Сейчас не могу приходить через неделю». Согласны, да, женщины? Что у женщины медленно всё это развитие идёт эмоций, поэтому мужчина всегда проигрывает в этом плане. Есть такая притча, один наставник собрал своих учеников и говорит, «Пожалуйста, кто из вас находится под каблуком у своей жены?» Другими словами, жена выигрывает в отношениях всегда. «Сделайте шаг вперёд, только честно». И все мужчины сделали шаг вперёд, кроме одного. И тот подошёл к ним и говорит, «А что, ты реально как бы психически побеждаешь свою жену?» Он говорит, «Нет, но моя жена просила её не выдавать». Она тоже её наставник. Просила не выдавать, поэтому я не сделал шаг вперёд. Ну, то есть, понимаете, природа женская так устроена, что она всё равно побеждает. Зачем же тогда настаивать на этом? И так женщина своего добьётся по-любому в отношениях. Так зачем же из этого это делать, ломать мужчину психику? Зачем лучше уступить ему, а потом сделать по-своему всё? Допустим, классический пример. Муж приносит зарплату, говорит, «Всё, в этом месяце на пелёнки не тратим, у нас экономия, страна идёт к раздухе, к войне, должны копить деньги, всё». Вы говорите, «Да-да-да, мой хороший, всё согласен, полностью, спасибо, всё будем делать, как ты говоришь». Ну, раз он успокоился, означает, парт сошёл. Парт сошёл, через неделю, «Ой, знаешь, мой хороший, такая ситуация, я даже плакал, не знаю, что делать, вот, нужны пелёнки ребёнку». Он говорит, «Ну, в качестве исключения у нас чрезвычайно экстренная ситуация, тратим деньги на пелёнки последний раз». Он говорит, «Ладно, ладно, конечно, последний раз». И так каждую неделю. В результате тот же самый бюджет на пелёнки ушёл, но он счастлив, она все счастливы, всё. Почему? Потому что она правильно себя повела. Или, допустим, хочется красивого платья, тоже классический вариант. Садимся на кровать и действуем по правилам, которые описаны в ведах. Правила таковы. нужно использовать два типа слов, то есть один тип слов и один тип слёз, которые никогда мужчина не может победить. Это слова направлены на себя, унижающие себя, и слёзы направлены на себя. Женщина садится и плачет. Он подходит и говорит, «Чего ты плачешь?» Как вы думаете, а почему вообще мужчина плачет, женщина не подходит? А женщина плачет, мужчина подходит. Как вы думаете, почему? А? Может, слёз, жили. Потому что женщина создаёт психическую атмосферу в доме. Её настроение влияет даже на тараканов. Не то, что на мужа. Собачка, дети, все зависят от настроения женщины. Женщина создаёт настроение, её эмоция, которую она имеет в доме, она влияет на всех, поэтому мужчина не может выдержать. Он ходит кругами вокруг него. Говорит, «Ну в чём дело? Почему слёзы?» Ну потому что он пришёл домой отдыхать, ему хочется счастья, а тут слёзы. Настроение, атмосфера в доме поменялась. Даже параканы заползли и скорбят под Андрисолью. Понимаете, все страдают. Собака водит на луну, сидит, все страдают, потому что у жены поменялось настроение. Она сидит и плачет на кровати. и муж подходит и говорит, «В чём дело?» Она ему говорит, слова направлены на себя. Это вызывает у мужчины шок и невозможность противостоять. Она говорит, «Я у тебя такая дура, такая глупая. Прости меня». И плачет дальше. Говорит, «Ты чё плачешь? Я тебя обидел?» Она говорит, «Я забавновато». Слёзы направлены на себя. «Всё, он уже обезоружен. Он говорит, «Скажи мне, в чём дело?» Я говорю, «Ты знаешь, мне плачет сильно хочется, а нельзя?» Он уходит, такой вот первая реакция, шок. Он уходит и говорит, «Ну да, нельзя, ну что делать? Потерпи». И она продолжает плакать. Несколько дней она терпит, говорит, «Я терплю». И он приходит опять и говорит, «Ну что, в чём дело?» Она говорит, «Пожалуйста, потерпи ещё немного. Я поплачу и забуду про платье». И он уже не знает, что ему делать и потом делает вывод, что надо покупать платье. Только вы его предупредите, чтобы сам не покупал. Потому что мужчина не может правильно платье покупать. никогда не разрешать мужчине покупать себе украшение и платье. Это пустая трата денег. Женщина должна сама идти и выбирать. Это правильное решение. Ну ладно, это классический пример просто. Кто воспользовался уже, поднимите руку. Получается? Вот так, да? Классно. Молодцы. Теперь поднимите руку мужчины, которые не согласны с этим. Ну, один не согласен. А почему? Мне интересно. Давайте микрофончик, мы с ним поговорим сейчас. Интересно просто. В основном мужчины счастливы от такого поведения жены. То есть, вы должны выбрать из двух вариантов один. Первый вариант. Жена выносит. У вас стать вы женаты? А, ну понятно. Тогда садитесь. Не, не, садитесь. Все, мы будем говорить женат. Поднимите руку, кто женат, и согласен. Есть? Меня не вижу. Ага, нету таких, да? Жена сказала не поднимать руку. Жена сказала не поднимать руку. Все женатые мужчины понимают, что есть только два варианта. Или она будет выносить мозги, или она будет плакать, потому что ей это надо. Потому что желание женщины свое отменить не может. Мужчина, это вам урок. Не женатый мужчина, первое правило. Желание, которое есть у женщины, отменить невозможно. Мужчина как-то может перескрепить зубами, но женщина не может. У нее желание, они безудержную природу имеют. И поэтому женщина и замуж выходит, чтобы желание ее не мучили ее, а мучили мужа. Это главная причина ее вообще замужества. Так или нет, женщины? Так. То есть, видите, у женщины очень сильное желание. Есть два варианта. Или она мучает желание. О, да, платье. Или она плачет. Это же лучше, да? Правильно, когда она плачет. Как бы приятно. Мужчине очень приятно, что вот она так себя ведет. Согласны, мужчина? Согласны? Ну вот, наконец-то я услышал поразумительный ответ. Теперь третья стадия. Не для России сказано. Не для России. Слава Богу, у нас все ограничивается в основном двумя стадиями. Что женщины, муж по-мужски себя ведут, а мужчины по-женски. Потому что есть еще третья стадия. Я с этой третьей стадии столкнулся неожиданно для себя, для своего юношеского сердца. Я столкнулся на дискотеке 80-х, когда 90-х, когда в Россию начали доходить песни мужчин с накрашенными губами и женским голосом. И так далее. я никак не мог понять, почему так. Я тогда еще не знал о голубом цвете ничего. как бы, ну, потом узнал, я потом начал серьезно изучать, оказалось, что когда деградация нравственная достигает апогея, то женщина, она перестает интересоваться мужчинами в силу того, что она их не может переносить просто. Начинает свое половое чувство направлять на женщин. А мужчина перестает интересоваться женщинами и направлять свое половое чувство на мужчину. Это означает уже болезнь. Понимаете, этот вид деградации означает болезнь. Но теперь надо знать, что эта болезнь, она трудноизлечимая. Понимаете, это не просто болезнь психики, это болезнь разума. Она трудноизлечимая. И поэтому действительно таким людям похоже, нужны какие-то уступки, иначе им невозможно жить просто. Понимаете, и поэтому в этих странах я не оправдываю гомосексуализм, но я говорю, почему такие законы вводят, потому что непонятно, что с ними делать. Их не поженишь, как надо. Они не хотят. И жить в одиночку тоже тяжело. Понимаете, то есть какие-то... Но если с этой точки зрения смотреть на вопрос, тогда все нормально. Но понимаете, проблема заключается в том, что там, на Западе считают это нормой. И не просто нормой, а что это и есть то, что надо. Понимаете, в Швеции сейчас в детских учебных заведениях вводится идея, что не существует полов, а есть дружки там, и папа номер один, папа номер два, или родитель номер один, родитель номер два. Папа, мама, до свидания. Понимаете, то есть это вводится в образование уже, переписывается история там. Не король или королева, а король номер один, король номер два. Понимаете, то есть идет вот это вот уже маразм крепчал называется. То есть идет изменение восприятия мира. Этот мир создан определенным образом. Понимаете, в нем есть определенные правила и законы. Но если люди совсем ушли в сторону бессовестности и отсутствия нравственности, тогда приходит этот мир к тому, что вводится, вот сейчас в Америке, в неотвертых штатах, вводится как бы право заниматься сексом со своими детьми. Понимаете, то есть это тоже как бы имеет право, если все согласны. А ребенок, он же вообще ничего не соображает, у него нет разума. Зачем спрашивать его согласие, если это согласие зависит просто от воспитания. Понимаете, как ребенка воспиталит, на то он и будет согласен, он же ничего не соображает, он маленький, у него нет разума. Таким образом, маразм крепчал. Понимаете, все начинается именно с этого, что нет правственного образования, и люди не могут сначала терпеть друг другу. Следующая стадия, женщина ведет себя по-мужски, мужчина по-женски, следующая стадия, это уже вот эта вот красивая песня женским голосом на английском языке. Понимаете? Ну ладно, это так немножко. Кстати, если я такие вещи буду говорить в Европе, то меня могут засудить за это. Знаете, да, сейчас есть такие законы. Итак, что делать? Если, допустим, вы заметили, что вы ведете себя по-мужски с своим близким человеком, а он ведет себя по-женски, то ничего страшного в этом нет. Это означает просто стадии вашего развития и все. У каждого человека есть свои стадии развития. Если человек учится в первом классе, ничего страшного, будет учиться в десятом со временем. Точно так же нравственное образование имеет свои стадии. Если вы, допустим, вот так живете, не надо как бы разочаровываться во всем. Надо просто жить дальше и учиться работать над собой и любить близкого человека, прощать ему, распределять правильные обязанности в соответствии с возможностями. Если тебе легче работать, женщине, а мужчине легче дома готовить, ну, пускай временно это будет так. Постепенно, работая над собой, мужчина меняет характер в сторону мужественности, а женщина в сторону женственности. Понятно? Это просто идет развитие характера постепенно. Это не то, что ущербность какая-то. Я даже знаю гомосексуалистов, которые поменяли эту свою ориентацию внутреннюю с помощью работы над собой. У них все стало на места, и они влюбились как положено. Представляете? Такое бывает. Трансформация сердца приводит к нужному результату. Человек начинает правильно, естественно, воспринимать мир. Это эффект везде и всегда существует. Допустим, у больного желтуха и сладкий вкус кажется горьким. Понимаете? А горький и сладкий, наоборот. Не возвращается вкус. Это болезнь, психические заболевания, психическое неправильное восприятие мира также меняет вкусы. Это уже вкусы поведения, будем так говорить, вкусы отношений. Особенностью современного воспитания является то, что в современном обществе, безнравственном обществе, где люди не уделяют развитию личности никакого внимания в школах, в институтах и так далее, дети попадают в ту среду, в которой живут взрослые и в результате этого они также развиваются, как взрослые. Понимаете, есть только два способа развиваться. Это называется внутренняя жизнь или внешняя жизнь. Что такое внутренняя жизнь для ребенка? Внутренняя жизнь для ребенка это игры направленные на волевое физическое и психическое развитие. То есть это может быть допустим какие-то тренировки или там допустим какие-то действия, в которых ребенок побеждает себя. Но если эти действия исключены из жизни человека в силу того, как живет общество, допустим я в детстве помню, мы играли в футбол, в хоккей. Я на улице все время бегал, чтобы развиваться как личность. Потом меня на самбо отдали, меня там обмат бросали каждый день. Я пытался развиваться как мужчина, отжиматься, прыгать через стулья. там ездили в пионерский в лагерь спортивный. Мы там рано вставали, купались в ледяной воде, на песке занимались, тренировались там от песок. Ну как бы падать тяжело. Бегали по камням, футбол играли босиком по камням, по острому. Ну то есть развивали мужество в себе, то есть стойкость, способность побеждать трудности. Это очень сильно помогло в моей жизни. С 8 до 12 лет я прошел вот эту школу, потом я сам уже начал работать над собой. Я понял, что это важно в жизни, вот так жить, побеждая себя. Но сейчас дети, они растут в другой среде, в среде, в которой люди не работают над собой, и они, эта атмосфера расслабленности и наслаждения, она передается также ребенку. Допустим, мама приходит домой, начинает пытаться отдохнуть, снять напряжение. Женщина снимает напряжение, общаясь с подружками. Есть разные варианты у женщины, но один из вариантов общения с подружкой. Она сюсю, пустю и пошла ля нуля с подружкой на час. Она просто снимает напряжение. Та-та-та-та-та-та-та-та-та пошла общаться с подружкой, мужчина снимает напряжение, глядя в хоккей. А-а-а! Я помню, в Турцию приехал в Стамбул на несколько дней. И в это время я увидел, что все люди ходят в красных футболках с луной и полумесяцем. Я подумал, может, они такие верующие все. Оказалось, это цвет футбольной команды стамбульской. Потом я узнал. И ночью я узнал, так как матч был уже финальной ночью, я узнал, какой счет. Потому что, вот представляете, этот маразм настолько сильно был развит, что ночью я сплю в Стамбуле в гостинице и слышу на весь город А-А-А! Означает победа, забили. Ну то есть, получалось, 3-2 турки победили. Конечно же. Ну то есть, это была фантастик, я об этом узнал, что так и есть. Вот. Ну то есть, маразм крикчал. То есть, люди поглощены вот этой внешней деятельностью. Футбол, болтовня по телефону. Это означает балдеж. Вот атмосфера балдежа, она в квартире очень сильна, и при этом ребенку говорят, иди учи уроки. Но учить уроки, это же не балдеж, это аскеза. А ребенок, он зависит от атмосферы, потому что атмосферу создают только разумные люди. Собачка не может создавать атмосферу, она живет так, как живут взрослые. Она похожа даже на своих хозяев. У нее меняется восприятие мира, лицо даже меняется, она внешне становится похожей на своих хозяев. Потому что разум меняет человека. И дети, они не могут сами создавать атмосферу. Вот представьте даже взрослые, вот вы, допустим, рано утром встаете, все спят. Вы сможете в это время бодрствовать? Кто-то, может быть, сможет, у нее сильный разум. А в основном всех валит на кровать. Встал, все спят, пошатался, пошатался и лег. Ну, это означает, не хватает силы преодолеть атмосферу, которая находится в квартире, поменять ее. Не хватает силы разума, силы воли. А у ребенка нет силы разума. Он разум, у него разум не расформировался. Он формируется только там 20 годам, в лучшем случае. Сейчас, так как люди не работают над собой, у мужчин где-то к 28 годам разум формируется. В это время, кстати, им можно жениться. По крайней мере, не будет, может, есть гарантия, что будет все хорошо. А у женщины чуть пораньше, там, к 25 годам формируется разум. А в той культуре люди формировались гораздо раньше. Мужчины уже к 20 годам становились взрослыми, а женщины в 15-16 лет. Развивались как личность. Не то, что они становились старыми, там, в 15 лет. Они как личность развивались, становились сильным характером. Ну, представьте, маленький ребенок, он находится в атмосфере балдежа. Как он будет учить уроки? Понятно, что он будет играть в компьютерные игры. Это его развлечение. Потому что ребенок, он отдыхает с помощью подвижных игр вот этих. Если сам двигаться не может, потому что его в этом не воспитали, тогда подвижные игры он смотрит по компьютеру. Потому что есть два способа жить. Один способ жить самому, а другой способ смотреть, как живут другие. Это тоже способ жить. Ты тоже живешь, но не сам при этом. Когда человек живет сам, у него развивается разум. А когда человек живет не сам, у него развивается ум. Чрезмерная развитость ума приводит к бесконтрольности. Когда баланса нет, когда человек сам живет, свои действия совершает, то тогда он становится способным победить себя. Но когда человек сам ничего не делает, а он смотрит, как действует по телевизору, тогда этот человек, он не способен никак побеждать себя. Потому что его ум, он всегда разгружается через голубой экран. Понимаете, да? Его психика не побеждает себя в действии. Вот там, скопал картошку, стал счастлив, что все нормально, вырастет урожай. Это действие. А если ты посмотрел, как скопали картошку по телевизору, это не значит, что ты развил свой разум. Болевое усилие какое-то совершил. Болевое усилие совершили там, по телевизору. А ты просто наблюдатель. Это означает недоразвитость. И причина этой недоразвитости — это современная культура. Как сделать так, чтобы ребенок не играл в компьютерные игры? Надо ставить алтарь дома, начать молитву, зарядку делать. Жить здоровым образом жизни, правильной жизни. В свободное время читать книги о жизни святых людей. А не смотреть по кабельному телевидению. А, нет, по кабельному. Смотреть эти дефективы. А, нет, директивы. Понимаете, если вы вот этим занимаетесь, то ждать от ребенка... Это просмотр телефильма же создает атмосферу определенную. Есть такие исследования, что если, допустим, в доме почти все семьи смотрят фильмы ужасов на ночь, а вы не смотрите, все равно у вас будут сниться кошмары. Потому что, понимаете, тонкое пространство, оно общее для всех. Вот заметили, что в один дом заходишь, одно чувство возникает еще в подъезде. Другой дом — другое. Заметили? Эта атмосфера создается всеми членами дома. Бабушка телевизор смотрит. Мы не смотрим. А мы не смотрим, сможем. Ну, хорошо. Не смотрите так, чтобы бабушка перестала. На нее идет влияние от вас. Кто победит? Кто кого победит, понимаете? Я когда был студентом, я изучал поведение людей, животных. И когда я приезжал домой, у мамы была кошка, и я воевал с ней. Но победила кошка в результате? Она победила очень просто. Она начала писать в ней ботинки. Куда бы мы их ни прятали, она находила и писала в них. Я сдался. Потому что я не мог ничего сделать. Вы понимаете, если я вражду с кошкой, кошка враждует со мной. А если я начинаю ее любить, то она постепенно успокаивается, забывает и перестает со мной враждовать. Но я заметил, что кошка никогда не будет менять ситуацию. Если она со мной враждует, она так и будет всю жизнь враждовать. А если она по-доброму относится, она так и будет по-доброму всю жизнь затоситься. Всегда тот, кто более разумен, он меняет ситуацию. Теперь разберитесь, кто из вас более разумен, бабушка или вы? Кто должен менять ситуацию? Режите для себя. Ну все, тогда меняйте. Как она меняется? С помощью правильной жизни. Меняйте атмосферу в доме, бабушка тоже начнет меняться со временем. Вот и все. Это вопрос вашей силы внутренней просто. И все. Итак, особенности воспитания таковы современного, что мы сами, неразвитые нравственные, наши дети живут так же, как мы. Атмосфера в доме не настроена на то, чтобы дети развивались нравственно. Они в основном просто наркоманят по компьютеру и так далее. Они выживают как могут. Понимаете? Это значит, что мы сами живем неправильно. Дети зависят от атмосферы, в которой они живут. Это вы вот и сделаете для себя. Если говорить о детях и воспитании, то надо знать, что есть несколько стадий отношений с ребенком. Первая стадия отношений. Потому что в основном 90% просто нет никаких отношений со своим ребенком. Первая стадия отношений означает, что ребенок склонен прислушиваться к вам. Это означает, что он не против послушать ваши советы. Вторая стадия — ребенок доверяет вам, но ему трудно соглашаться с тем, что вы говорите, потому что это требует внутренних усилий. А у него не хватает веры в вас, чтобы эти усилия совершать. То есть он не только слушает вас, прислушивается к вам, но он также и понимает, что вы говорите правильно. Это вторая стадия развития отношений. И третья стадия означает, что ребенок очень внимательно слушает вас и меняется как Личность. Знайте, что большинство людей даже на первой стадии не находится. Причина заключается в том, что они не знают, как работает разум. Они не знают, что разум у человека всегда меняется только с помощью Любви. Допустим, ребенок получил двойку. Если вы в этот момент, когда вы находитесь в аффекте, когда вам тяжело, начинаете его ругать, то разум выключается у ребенка в этот момент. Он не сможет поменять свое поведение, потому что когда на человека идет нажим, невозможно воспринимать информацию. Это касается также чтения лекций. Если я не говорю с любовью, вам информацию не даю, вы не сможете ее воспринять с помощью разума. Любовь является основой для восприятия. Таким образом, для того, чтобы помочь ребенку, нужно сначала простить его, то есть ничего ему не говорить в тот момент, когда он принес двойку, а потом уже ему сказать по-доброму что-то. Причем лучше, чтобы он сам объяснил, почему он ее получил, а не пытаться ему это объяснять, потому что мы многого можем не понять. Обычно 50% на 50. То есть чаще всего дети получают плохие отметки по тем причинам, что им не надо по этим предметам сейчас получать хорошие отметки. Например, есть предметы, которые дети вообще просто не могут освоить, потому что у них другая природа. Их надо направлять в ту сторону, где хорошие отметки, потому что цветок раскрывается только одним цветом. Невозможно на одном кусте разные цвета сделать. Вот, допустим, ребенок склонен к литературе, а не к математике. У него по литературе пятерка, надо, значит, в нем развивать литературу. А математика подтянется потом сама, когда ребенок станет сильно разумным. То есть гора растет сверху, склоны, это другие предметы, они поднимаются, когда мы поднимаем основной предмет, к которому ребенок стремится, потому что разум развивается через интерес, через увлеченность. Я помню, когда я начал заниматься медициной, еще в школе, ну как бы стремиться к этому, то у меня все предметы подтянулись, потому что у меня появилась цель поступить в медицинский институт. Понимаете, это очень классическая ситуация для всех детей. Когда человек развивается в одном, в чем-то главном, все подтягивается со временем, потому что у него появляется возможность дотягивать также те предметы, которые трудно изучать. Но современное представление о воспитании таково, что если по математике двойка, надо его долбить в математику. А по литературе пятерка, значит, что ее учить, она и так пятерка. Понимаете, то есть мы долбим не в дверь человеку, даем возможность сходить, долбим его в стену, чтобы стен вообще не было, были одни двери. Но такого не бывает, понимаете. От этого рушится крыша, понимаете, съезжает. Когда ребенку пытаются все двери открыть, ну вместе с стен сделать двери, крыша падает, понимаете. В результате психушка, результат психушка. Я видел такие ситуации, когда дети перенапрягаются из-за того, что им заставляют делать то, что они не могут сделать. Никогда это не поменяется в жизни. Природа человека не меняется. Цвет цветка не поменяется. Или человек вообще не раскроется, или он раскроется тем цветком, который положен. Ваша задача просто проследить, какой цветок, не пытаться из него что-то свое сделать. А если лень просто? Лень ребенку. Лень означает отсутствие вдохновения в вашей семье. У вас нет вдохновения. Потому что, понимаете, если вы просто работаете, где-то деньги зарабатываете, это не та деятельность, которая вдохновляет. Вдохновляет только работа над собой. Потому что ребенок тоже может, допустим, действовать в том, что у него есть свой интерес. Когда вы зарабатываете деньги, вы говорите, я много тружусь, я не ленивый человек. Но ребенок тоже многое может играть в футбол, допустим. Он делает то, что ему интересно. Живет по интересу. Но работа над собой – это деятельность, которая не связана с личным интересом. Это заставлять себя. Если вы можете себя заставлять в доме, тогда ребенок тоже будет себя заставлять. Потому что вы меняете атмосферу. Нет, это непонятно. Поэтому вы спросили, есть ли ему лень. Лень означает, что у него нет вдохновения в жизни. Я не разнуюсь в классе, я вот в целом. В целом? Я мальчик. Ну, лень означает отсутствие вдохновения. Причем надо понять, что есть разные категории лени. Есть природная лень, а есть лень из-за неправильного развития семьи. Вот, допустим, природная лень – это женская лень. Женщина по природе ленива, и это нормально. Красота женская также означает расслабленность. Если женщина будет напряжена, то она не перестанет быть красивой. Расслабленность означает красота. Женщина красивая, которая не напрягается. И поэтому женщину, когда вдохновляет, она что-то делает. Когда не вдохновляет, она печалится. То есть женщина по природе расслаблена. Это ее природа. Поэтому она склонна позже вставать с постели. Она склонна как бы немножко притормаживать. Мужчина от этого сильно страдает, что женщина собирается куда-то медленно. Она всегда позже как бы выходит и так далее. Поднимите руку женщины, которые успевают все вовремя делать. Ну, подняли, молодцы. А теперь поднимите, кто не успевает. Видите? Гораздо больше. Это означает женская природа. Нормально. Иногда женщины имеют сильный характер, они успевают с трудом. В основном все опаздывают. Это означает просто женская природа. Это обычное дело. Поэтому мужчина, когда он решил пойти в кино с женой, он должен это знать уже, что придется опаздывать на фильм. Или обмануть жену и сказать, что кино начинается раньше. Ну, примерно полчаса в среднем. И тогда у вас есть шанс попасть вовремя. Я, допустим, чтобы поднять жену с постели, я всегда говорю ей на час позже. Допустим, ей надо встать в 6 утра, я говорю, уже 7. Ты опоздала, проспала. И она встает в полседьмого в результате. Потом говорит, спасибо тебе, что ты мне так сказал. Я так обрадовался, что еще полседьмого, а уже никто не смотрит. Так, действует женская природа, ничего не сделаешь. Это природная лень. А есть лень от отсутствия правильной атмосферы в доме. Это означает или депрессия, или просто расслабленность всеобщая. Понимаете? Это может быть синдром отпуска. Когда люди отдыхались, приехали домой, и они не могут собраться на работу, даже потому что уже атмосфера поменялась. Понимаете? А это синдром отпуска вызывает потом болезни и стресс, потому что человеку переключиться очень трудно, он вводит себя в стресс, и потом начинает болеть. Лень означает выключенный разум. Как вот мне написали записку, люди повторяют, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И зевать начинают в это время. Означает выключенный разум. В это время надо просто голос того, кого слушаем, слушать внимательнее. И разум включается, он включается всегда через звук. Поэтому лень побеждается с помощью звука. Если у вас дома есть звучание молитв, это все дает вдохновение и разрушает лень. Итак, поймите такую вещь, что отношения с ребенком строятся постепенно. Если ваш ребенок, допустим, боится вас, отчужден, он вас не слушает, как определить, что слушает ребенок? Вы ему что-то говорите, и он не зажимается. Это означает, что вы всегда говорите по-доброму, с любовью, объясняете ему. Понимаете? Я помню такой детский фильм, мне очень понравился, был ребенком. И, по-моему, Басов, артист, они ехали на каком-то катере, был ребенок, и он сидел. И ребенок задал вопрос, зачем нужно море. Потом дальше такая песня идет. Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его. понимаете, то есть вроде простая песня, но этот мотив сам и правильная подача, они дали мне знание о том, как действует энергия воды. Я сразу же после того, я жил на Волге, там водохранилище большое в Тольятти, я сразу же после того, как это увидел, я пошел на море, сел, начал смотреть. Результат был потрясающим. Мне пришло осознание, как вода действует на человека, она успокаивает, она приводит человека к гармонии, к балансу внутреннему. Понимаете? То есть я получил знание через эту песню. Но если бы он спел как-то по-другому, там нахрапиваться, я бы не получил знание, потому что знание входит через энергию любви. Человек, если что-то слушает внимательно, с любовью, он получает знание в результате. Поэтому я включаю песни на лекции, потому что через эти песни утверждается информация. Допустим, что-то вам сказал, вы, допустим, не до конца поняли, но когда вы услышали песню, тогда сразу понимание утвердилось, стало крепким. А в древней культуре вообще знание передавалось через песню, через пение. Поэтому все древние стихи, трактаты написаны в стихах, потому что они пелись, понимаете, они не передавались, вот как сейчас. Вот. Как я помню, в институте я не мог слушать некоторых векторов. Они были... Понимаете? Ну, то есть, ну, возможно, слушать, потому что нет любви. Чувствую, что устали, надо спеть, что-то, да? Да, вот человек устает, ему нужны эмоции, чувства. Итак, мы с вами говорим сейчас об отношениях между мужчиной и женщиной. Вчера мы говорили об обязанностях мужчины и женщины. И, может, у вас есть какие-то вопросы на эту тему, может быть, вы что-то не поняли из того, что я сказал. Я жду ваших слов. У нас есть микрофон. Да? Ваш вопрос? Микрофон. Нет, мы всегда только для всех. Только для всех. Вопрос о том, как правильно распределяйте в силе, ну, не там, не знаю, вопрос приоритетов, между служением Богу, ну, потому что я громко, почему-то сказала, ну, вот, по подвижению в эту сторону, и с вами с ней на обязанности, ну, женские. Потому что у меня, знаете, как получается, в том, что время просто ограничено, и это хватит выбирать. И потом выбирать... Соединяйте, соединяйте. Ну, после этого не попова. Я знаю женщин, которые молятся во время приготовления пищи. Это вообще самый лучший способ молиться для женщин. Потому что в пищу входит молитва, в сознание мужа меняется. Веды объясняют, что если женщина с молитвой готовит, это самый лучший способ поменять характер мужа вообще. Она может просто готовя, она может закладывать определенное настроение в пищу, и мужчина меняется в результате. У меня жена проводила эксперименты надо мной. У меня бывает такое, что, допустим, я приезжаю, наездился, у меня наступает нарушение сна. И она берет просто перед сном, вечером, она дает мне стакан воды просто. Стакан воды. Но я всегда пью воду. Но она мне дает... Она говорит, не пей, я тебе дам воду. Я пью воду и так... Я отрубился. Я говорю, а почему? Я бы заснул. Ты простая вода, ты что туда подмешала? Она говорит, я ее заговорила молитвой. Понимаете, у женщины есть такая сила, что она влияет на мужчину, на его психику. С помощью своих мыслей, своего мышления. Понимаете, если женщина вдохновляет мужчина, помогает ему, то тогда он быстро меняется в лучшую сторону. Но если женщина капает ему на мозги, происходит противоположный эффект. Поэтому разумные женщины, они этим занимаются. Они заговаривают пищу в каком-то направлении. Допустим, у мужа что-то в жизни не получается. Она раз заговорила пищу, помолилась Богу. Это надо сделать с молитвой всегда. И у мужа раз начало получаться в этом направлении. Поднимите руки женщины, которые это делают, замечают. Видите, много женщин знают об этом. Это разумные женщины. Поэтому, если вы совмещаете духовную жизнь с вашей деятельностью, то тогда это признак правильного понимания вещей, опытности. Женщина, она молится во время стирки, во время молитвы. И она таким образом просто повторяет молитву в это время. И она меняет всю атмосферу в доме в результате. Молитва всегда меняет направленность жизни. А люди не хотят, чтобы менялось их направленность жизни. Поэтому не бунтуют. Допустим, если включите какую-нибудь попсовую песню, допустим, ну, допустим, включите, то никто не будет против. Потому что, если люди испытывают какие-то эмоции, свойственные им, то никто не будет против. Танцуют все! ПЕСНЯ 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 Видите, то есть, все счастливы, когда мы стремимся друг к другу, мы хотим встретиться, это счастье, как бы, любовь приближает людей друг к другу, и все счастливы. Но если вы начинаете молитву, это люди не понимают, то совсем другая энергия, понимаете, как бы, она вызывает другое настроение в жизни, то есть, она вызывает другое чувство, она вызывает, в конце концов, изменения в сердце, которые человек вообще не привык воспринимать. Понимаете? То есть, и у него сразу возникает внутреннее чувство, которое не дает ему возможности это слушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Допустим, вы не мусульманин. Думаю, что он включил это? У нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ладно, начало вроде бы нормальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Правильно, это мощная молитва, очень хорошая, я ее очень люблю. Это 99 имен Аллаха, молитва, очень красивая музыка, великолепная просто. Вот, у меня есть еще несколько, там дети поют тоже, очень красиво. Но дело не в этом, я просто, вы, понятно, вы все разумные люди, вы на лекции ходите, открытая психика у вас, вы способны воспринимать все, но, понимаете, не все люди такие. Вы начинаете, допустим, настрой, я желаю всем счастья, кого-то корежит из ваших родственников. Почему? Потому что это воздействие на разум. Если вы хотите узнать про это, я вам могу рассказать. Есть несколько вещей, которые меняют разум, и всегда это вызывает протест. Первое, освещенная пища. Меняет сильно сознание и судьбу человека. Я проводил эксперимент. Я просто отсветил пищу, часть пищи была освещенная, часть нет. И у меня отец лежал в больнице, мать принесла ему эту пищу. Он освещенную отодвинул, говорит, я это есть не буду. Хотя это такая же была пища, а не освещенную всю съел. Почему? Потому что она вызывала у него страх. Потому что эта пища меняла его жизнь. Ну представьте, если что-то ты берешь, что-то меняет твою жизнь, а ты как бы не договаривался на это. Понимаете? Вызывает сразу протест, страх, ощущение, что что-то не то, я бы не хотел. Пища освещенная раз. Дальше. Отношение к мясу связано с судьбой, влияет на разум. Люди очень, когда ты, допустим, перестаешь есть мясо, люди в шоке. Они говорят, нет, только не это. Понимаете? Отношение к сексу меняет жизнь. Если человек меняет свое отношение к сексу, он, допустим, начинает развратом заниматься или, допустим, меняет ориентацию половую, это приводит в такой шок человека, что он вообще не может ничего с собой сделать. Потому что от этого меняется судьба. Меняется жизнь семь семьи, не только одного человека. Это влияет сильно на судьбу, поэтому люди беспокоятся на эту тему. Дальше. Молитва. Присутствие, неприсутствие в семье молитвы. Допустим, не было. Ну, допустим, вы будете там включать какую-то эстрадную музыку. Ну, Бог с ним, ну пусть играет. Можно привыкнуть. Но если вы включите молитву, она же влияет на сознание, она меняет жизнь. Сразу все, ух, напряглись. Почему? Потому что это сильное воздействие. Это воздействие на разум уже. Это не воздействие на ум. Есть эмоциональная музыка. Там от печали до радости. Ехать и ехать. Это эмоции. Включаются эмоции. Это приятно, понимаете, эмоции расслабляются. Все, все, голос такой спокойный, с любовью. Понимаете? Ну, то же самое с любовью. Но молитва означает что? Изменение разума уже, не эмоции. Это более глубокие функции, которые меняют жизнь. И человек не всегда готов. Как меняется жизнь. А понимаете, есть направленность на служение, а есть направленность на удовольствие. Вот, допустим, я сижу в кафе, допустим, расслабленный такой. И мне говорят, вы знаете, нам нужно помочь помыть полы. Я расслабленный, я в кафе наслаждаться пришел. И он говорит, какие полы. Я пришел балдеть. Какие полы мыть? Вы что? Сразу возникает протест. Понимаете? Любая музыка, молитвенно-духовная, она сердце наставит на служение, а не на балдеж. А люди, в принципе, часто к этому не готовы. Потому что именно служение, оно дает счастье, но трудность заключается в том, что переключиться очень трудно, свое сердце очень трудно переключить на то, чтобы прощать, просить прощения, любить, желать счастья. У нас психика всегда настроена на то, чтобы счастье получать, чтобы любовь получать и получать служение, а не отдавать. Вот человек просыпается рано утром, он не готов что-то для кого-то делать. Ему надо сначала на это настроиться. Понимаете? Ребенок, когда рождается, он хватает. Если у него взять, он будет орать. Понимаете? Но ребенок также может и отдать что-то. Для этого надо ему настроиться таким образом. Я помню, лет 15 назад я лечил травами, и один ребенок весь покрытый псориазом. Представляете, вся кожа как наждачка. Вся больная кожа у ребенка с детства. Он не знал, что такое здоровая кожа. Я ему сделал лечение. Траву поставил на повязки с травой. И так все получилось. Подобрал хорошо, что у него прошел впервые жизнь и перестал чесаться. Прошел зуд. Ребенок несколько минут просто сидел вот такой вот обалдевший. Он не мог понять, что произошло. Он никогда не испытывал такого чувства. А потом он начал пытаться понять, что произошло. Он начал смотреть. Ребенок там 2-3 года. Он начал смотреть на повязки на эти, трогать их. Смотреть, что вот они как бы снимают у него этот зуд. Он понял, что эта трава, вот эта вот трава сделала вот эти повязки с этой травой, что вот эта трава, она ему помогла. И он тогда взял эту траву, пошел на своих ножках, вот так шатающихся, и эту траву мне подарил. Он узнал, что, понял, что я это сделал. Он пришел вот со слезами на глазах и эту траву подарил. Благодарность. Потому что он понял, что это самое лучшее, что может быть. Это приносит счастье. Но он бы не стал мне дарить эту траву, если бы он не пронешел вот эти стадии все, понимаете. Вот ощущение благодарности приходит из энергии любви. Когда ребенок становится благодарным, потому что он чувствует любовь к себе, и тогда в нем просыпается желание служить. Он готов самое дорогое отдать. Эта трава ему подарила здоровье. И он ее берет и отдает назад врачу в знак благодарности. Понимаете, а если просто человек пришел домой, жена после лекции такая взбудораженная, включает молитву, он говорит, выключай. Он не готов. Он не знает, зачем это надо. А это сильное воздействие идет. Он боится. Он говорит, ты что, в секту какую-то попал? Понимаете, это опасно. Чувство опасности возникает. Теперь одежда влияет на судьбу. Попробуйте в религиозной одежде зайти домой. Оденьте какую-то религиозную одежду, зайдите домой. Скажите мужу, я теперь так буду ходить. Если вы одете какое-нибудь платье с разрезом там новое, ну нормально, что, ходи как хочешь. Ну там, ну допустим, как бы больше, даже в этой одежде, больше пустоты, чем одежды. Ну люди так ходят сейчас, и он скажет, ну как-то немножко смело. Ну, сама выбирай, это твой выбор, если ты считаешь, что так, ну хорошо. Ну, представьте, все тело закрыто, вы приходите в мусульманской, допустим, одежде, все тело закрыто, и ба-бамс, мужик не понял, и он будет против. Почему? Потому что отменяет судьбу эта одежда, понимаете? Это влияние очень сильное. Или, допустим, человек зашел в храм посмотреть, но ему приносят просвирку там освященную. Не всегда готов человек это. Он смотреть может, нет проблем, но вот это покушать, он уже боится. Почему? Потому что идет воздействие. Не потому что это плохо, он просвирку там съест, и заболеет, умрет, нет, с ним будет лучше. Но он боится, потому что идет сильное влияние на разум. Люди всегда боятся влияния на разум. Дальше звук, связанный с лекцией тоже. Ты что слушаешь? Если будете музыку слушать, нормально. Что за лекции? Человек боится, потому что это влияет на разум, это меняет судьбу. Лекция меняет судьбу. Может, не надо слушать эти лекции? Поднимите руку, у кого вот испугались родственники? Ну, видите, это закономерная вещь, вполне закономерная. Дальше. Святое место влияет на судьбу. Люди боятся святых мест. Люди боятся заходить в храмы, боятся мест, где есть святость, чистота. Они обходят стороной эти места. Боятся, потому что там идет влияние. На разум влияет прическа. Женщинам лучше всего для сохранения силы носить длинные волосы и лучше волосы заплетать. Если волосы распущены, означает, что женщина открыта. Она доверяет себя всем. Когда у женщины короткие волосы, то она не защищена, потому что волосы связаны с мыслями. У женщины очень сильные мысли. И если волосы длинные, это значит, что ее мысли и волосы соединяются в одну силу. Она становится неприступной, сильной. Если ее волосы короткие, то тогда она теряет силу. Мысленную силу, мысли и эмоции ее становят слабее. С короткими волосами. И она становится беззащитной. Длинные волосы и заплетенные дают женщине защиту и твердость характера. Но вы не знаете об этом, поэтому вы носите то, что модно. А если не расплести? А? Если не расплести? Ну, можно же их все равно как-то заплести, закрыть волосы, соединить. Видите? Вот, смотрите. Смотрите, видите? Вы заерзали. Это означает, что волосы влияют на разум. Я вас поймал просто сейчас. Сразу начали как-то... Правильно, я сижу, что-то надо делать с волосами, слышно. Как означает ли они на разум? Мужчин, наоборот, у них больше волевая сила, чем эмоциональная. Поэтому надо короткие волосы иметь. Чем длиннее волосы, тем больше они эмоциональнее становятся, эти мужчины. Для артистов, актеров, художников это хорошо. Потому что их жизнь связана с эмоциями. Надо рисовать, стихи писать. Поэтому они длинные волосы чаще всего не носят. А для детей, мальчиков? А детям, мужчинам, надо всем остальным делать короче волосы. Потому что это психику делать более твердой, легкой, решительной. Понимаете? Детям, детям, мальчикам тоже? То же самое. Короче волосы надо делать. Видите, вы как волосами заинтересовались сильно. Это влияет на разум, потому что... Давайте мы сейчас не будем, а то все лекции про волосы у нас будет. Мы перейдем сейчас дальше. А? Борода тоже влияет на жизнь, на разум. Это же волосы связаны с разумом. Я не буду все вам эзотерические тонкости рассказывать, а то вы все поменяете, сбреете бороды. Иногда нужна борода, иногда нет. Все зависит от того, что человек хочет от жизни. Это просто атрибут силы. Борода, она делает мужчину более взрослым и страшным. Иногда создает статус, нужно для статуса. Воины часто носили бороды в древней культуре. Если человеку, наоборот, нужно, чтобы ему больше, ближе люди к нему относились, тогда нужно ее сбрить. Люди будут спокойнее на него относиться, к нему легче воспринимать человека. Если нужно, чтобы все уважали, тогда борода, если близкие отношения, тогда нет бороды. Это уже другая тема лекции должна быть. У нас семейные отношения. Но мы будем немножко говорить в конце лекции, каждый чуть-чуть о настроях разных, о молитвах. Но поймите, что у меня есть лекция, например, «Побед над трудностями судьбы». У меня, по-моему, в Новосибирске была, да, последняя? Ну, там вся лекция только о молитве и была, весь семинар. Но у нас сейчас другая тема, мы не можем перескакивать. И поэтому у нас мы говорим о семейных отношениях в основном. Ну, немножко будем говорить и о молитвах, конечно, в конце. Конечно, можешь себе позволить. Человек должен жить так, как он понимает жизнь. Не нужно ничего искусственно делать. Теперь я хочу вас спросить. Понимаете, вот все эти темы, которые я перечислил, они очень сильно тревожные. Я точно не буду говорить про мясо здесь 100%, потому что вы будете очень сильно от этого тревожиться. Если вы хотите, вы готовы реально слушать про одежду? Я расскажу. Или так? Просто понимаете, если я буду говорить на эти темы, связанные с разумом, то вы будете чувствовать себя неловко. Кто вот не хочет, поднимите руку. Видите, не хотят слушать про одежду. Значит, мы не будем говорить о тем, кто хочет. Я не могу приносить печали сейчас людям, делать их несчастным. Люди хотят слушать про отношения. Давайте конкретно про обязанности женщины. Ну, конкретно про обязанности женщины. Женщина обязана слушаться мужа, подчиняться ему, заботиться о нем, прощать его, обязана уступать, обязана вести себя смиренно по отношению к нему. Она обязана также воспитывать мужа в добром настроении, в твердом добром настроении. Она обязана приближаться к нему или остраняться в зависимости от ситуации жизни, регулировать отношения, дистанцию соблюдать. Потому что если человек, допустим, думает, что всегда надо быть близко, тогда люди начинают выносить друг другу мозги. Иногда судьба сгущается, означает больше страданий в отношениях. Иногда судьба, наоборот, разъезжается и больше счастья. Когда у людей больше счастья, они приближаются друг к другу. Когда больше страданий, они должны отдаляться. В древней культуре вообще говорилось, что люди могут, имеют право вообще жить отдельно друг от друга какое-то время. Но при этом не изменять, как бы считать друг друга мужем и женой. А? Нет, конечно, надо встречаться, общаться по телефону, но идея в том заключается, что дистанция выбирается в зависимости от возможностей. Понимаете? Если вы выносите друг другу мозги, и атмосфера накаляется, это означает, что вы не выносите близость. У вас нет силы. Потому что это означает также, что у вас нет возможностей просто внутренних. Так действует сильно судьба тяжело. Люди, когда чуть-чуть расходятся, то судьба перестаёт так сильно влиять. Они начинают строить отношения в сердце. Понимаете, то есть вот эта идея, вот эта песня «Очень ранимые наши любимые», то есть ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связана нитью незримую наша любимая. То есть идея заключается в том, что не надо беспокоиться, понимает он меня или нет. Вы уже связаны с нитью незримую. Кстати, эту нить Господь связал вас, не вы сами. Некоторые люди считают, что они сами нашли себе близкого человека. Если вы так считаете, найдите 10 рублей, сейчас в Новосибирске после лекции походите. Если не сможете, значит, тогда подумайте потом, как вы могли найти человека. Даже не 10 рублей. Понимаете, человека даёт Бог. И какие доказательства? Доказательства такие, что между людьми возникает связь определённая психическая, которую люди не поддерживают эту связь. Большинство из вас пытались уйти от близкого человека много раз, но ничего не получается. Вас какая-то сила держит вместе. Это сила Бога, понимаете? Вот эта нить незримая, это её создаёт божественная сила. И если Бог держит людей вместе, то они также должны понять, что они не имеют права расставаться, потому что они, будь Богом же, наказаны. Я это изучал серьёзно, и вижу в людях это наказание. Могу вам пальцем показать на вас, кто наказан, а кто нет. Понимаете? То есть идея в том заключается, что вот эта нить незримая, она также нужна для того, чтобы через сердце влиять на близкого человека, когда вы не можете с ним близко общаться. У вас произошёл раскол из-за сильно тяжёлой судьбы. Вы тогда должны в одиночестве, в молитве вспоминать близкого человека и очищать память о нём. Думая о святом человеке, молитесь, вспоминаете близкого человека, вспоминайте, включая отношения. Тут эта нить незримая начинает активизироваться. Если вы даже вспомнить о близком человеке не можете, значит, вы в скорлупе находите, у вас сердце закрыто по отношению к нему, у вас нет отношений, подгородились. Понимаете? И молитва включает отношения, постепенно у вас появляются силы, энергия счастья, она включает отношения. Почему вы закрылись? У вас не хватает энергии счастья. Эти отношения разрушают вас, высасывают из вас все силы. Но если вы начинаете молитву, слушаете голос возвышенного человека, ваше сердце наполняется силой, потом раз, вы начали уже, возможность появилась думать о близком человеке. Поднимите руку, у кого так произошло вчера? Вот это означает, что вы наполнились энергией, просто силой. Поэтому дистанция нужна для того, чтобы из болтовни переключиться на внутреннюю жизнь. На том, чтобы больше молитвой восстанавливать отношения, а не болтовню. Потому что болтовня сразу эту боль всю наружу вытаскивает, и люди еще больше страдают, еще больше истерик. Надо дистанцироваться. и молитвой жить уже. Но, понимаете, как бы если ты молишься, он уже умер. И с разной стадии, понимаете, ситуации. Понятно, что если он уже другую нашел, то молитва не всегда может сработать. Потому что его же держит человек другой, она же тоже его защищает. Понимаете? Поэтому, как бы, можете попробовать, если не получается, то просто очищайте отношения. Светлые, чистые чувства о нем делайте, и дальше идите в свою жизнь, и ищите другого человека. Успокаивается сердце, когда вы прощаете человека, светлую память о нем восстанавливаете. Дальше Бог пускает вас по жизни. Вы очистили, почему он нашел другую? Потому что вы виноваты в чем-то. Вы не так себя вели. Вы теперь очищаете, свою вину убираете из этих отношений, перестанете его обвинять. Очищаете отношения, и Бог вас отпускает в новую жизнь. Вот сейчас ваше сердце горит, вы не можете никого себе найти. Это когда этот огонь сердца успокоится, тогда дальше вы сможете жить. Но если вы хотите мое мнение знать, мое мнение, у вас есть шанс. И мне кажется, что вы еще вместе живете даже. Нет? Ну вот я все продолжаю видеть, что он может вернуться. Я так продолжаю видеть. Есть люди, которые четко видно, что не вернется. У вас... Всем сказать. Вот у вас не вижу такого, что вернется. Да? Я вернусь. А? Я вернусь. Что? Я не хочу, что вы. Да не вам, а я вот на первом ряду говорю. Все, 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 ребята. Сейчас начнется хаос. Потому что все на себя сейчас начнут тянуть, лекции не будет, будут ответы на личные вопросы. Видите, как эгоизм работает? Анна Геннадьевич! Видите, сразу эта сила такая, вообще от нее ничего не сделаешь с ней. И вообще я боюсь сейчас лекцию заканчивать, потому что меня женщины порвут в конце лекции просто. Вернётся или не вернётся, это же серьёзная тема. Обязанности мужчины. Давайте про женщин немножко дальше поговорим. Спасибо вам большое всем и ваше тепло. Итак, вот смотрите, я назвал какие-то такие серьёзные, аскетичные вещи для женщин, которые трудно очень переносить. И хочу продолжить эту тему, чтобы вы поняли, что ничего трудного вообще нет. Потому что природа всё предусмотрела. Давайте по очереди. Допустим, если женщина покладисто ведёт себя, для чего это нужно, как это достигается и чего это даёт? Покладистое отношение означает просто тактика поведения, основанное на характере мужчины. Потому что мужчина не преклонен по своей природе. Любой мужчина. У него нет покладистости вообще никакой. Он упёртый, как баран. Любой мужчина. Это одинаково для всех. Это просто мужская природа. Покладистость означает просто определённый стиль, победоносный стиль в отношениях с мужчиной, только всего признак разумности женщины. Что это значит? Что когда мужчина напирает, женщина должна уступить. Но эта уступка не означает, что всё будет по его. Потому что вот эта напористость мужчины имеет импульсивную природу. И она всего лишь нужна для того, чтобы проверить, жена подчиняется мне или нет. Это подсознательная функция. Когда мужчина напирает, пытается отстаивать своё, женщина должна просто сразу согласиться и всё. Не дальше не усиливать конфликт. Когда мужчина увидит, что она согласна, он пар спускает, то есть он сдувается. И потом дальше женщина может в мягком, уступчивом ключе всё-таки действовать по-своему. Мужчина уступает, потихоньку уступает. На санскрите женщина звучит как стри. Стри означает всё расширяющее возможности и влияние. Женщина всегда в отношения входит как иголка и выходит как плуг. То есть она всегда сначала такая скромная, смиренная такая. Вообще ничего не хочет. Если её спросить, тебе мороженое надо, я не знаю. Хотя надо. То есть она вообще не навязывается, ничего не хочет. Она такая скромная, ничего не требует. И замуж даже не знает, пойдёт она или нет, хотя сильно хочет. То есть она не выдаёт своих желаний вообще никак. Она такая скромная, смиренная, вообще ничего не надо ей. Но пройдёт пять лет, и от этой скромности в отношениях с мужем не остаётся и следа. Понимаете, женщина завоёвывает в отношениях саг шаг за шагом. Если женщина что-то завоевала, назад она не отступает. Никогда. Допустим, если мужчина купил жене двухкомнатную квартиру, ну пусть это будет, допустим, в расстрочку. И он её по глупости туда привёз. Это значит, что до свидания однокомнатная. Она никогда не согласится ни на один метр меньше жизни. А если он всё-таки её туда перевезёт, будет такая истерика, что мама дорогая. Согласна женщина? Женщина, если что-то получила в жизни, назад дороги нет. Допустим, она получила согласие, что мы будем зачинать ребёнка. Всё. Вариантов другого мышления нет уже в семье. Если вдруг он сказал, я передумал, это будет такой ужас, что лучше всё-таки согласиться. Так действует женская психика. Она всегда расширяет, расширяет полномочия. И в конце концов у мужчин ничего не остаётся. Такой женский смех такой. Я рассекретил, да? Но для того, чтобы всё так было, женщина должна всегда уступать. Понимаете? Если она не уступает, она лишается всего. Он даже отбирает её в том, что она имеет. То есть, когда женщина не уступает, мужчина как вулкан начинает действовать. Она разрушает всё вокруг. Всё, что женщина приобрела в личной жизни, всё утеряется просто из одной неуступчивости. Поэтому женщину лучше выбрать уступчивость и оставить всё для себя. Потому что мужчине важен только один принцип. Принцип подчинения, подчинения жены. Если этот принцип не работает, тогда до свидания. Если говорить о тонких вещах, то женщина должна знать, что женщина управляет ситуацией с помощью мыслей, а мужчина с помощью событий. Что это значит? Это значит, что женщина, допустим, если она настроена, что это для меня единственный человек в жизни. Я не хочу никого другого. Она вот так настроена. Тогда он никогда не сможет изменить. И никогда не сможет сделать тот шаг в сторону другой женщины. Потому что влиять всё равно женщины будут по-любому на мужчину. Все женщины влияют навсегда на всех мужчин. Это невозможно избежать этого влияния. Но шаг в сторону другой женщины невозможно сделать, если женщина твёрдо уверена, что это единственный человек в моей жизни. Я не хочу никого менять. Вот эта уверенность твёрдая, она ограничивает возможности мужчины сделать шаг в сторону другой женщины. Очень сильно ограничено. Конечно, бывают тяжёлые случаи, когда у женщины плохая карма. И всё-таки этот мужчина пересиливает себя, делает этот шаг. Но это уже означает неудача просто. Но в основном женщины, которые так настроены, чувствуют верность. Также со стороны мужа. Поднимите руку у женщины, которая это чувствует. Вот теперь другой вариант. Если женщина считает, что я могла бы найти себе и получше, эта мысль сразу автоматически вызывает у мужчины желание смотреть на других. Пытайтесь понять, как психика работает. Потому что мужчина привлекается именно преданностью. Когда он видит преданный взгляд такой у женщины, вот этот верный преданный взгляд, это самое лучшее, что можно от женщины для мужчины получить в жизни. Когда он этот верный преданный взгляд видит, он примагничивается к нему. Он не может себе позволить от него отстать, отлепиться. Понимаете? То есть это верный взгляд, когда женщина считает, что это единственный человек. Она приковывает его к себе таким из-за этим взглядом. Понимаете, да? Но если она смотрит на него таким образом, что типа, ну что, могла найти себе и получше, и повезло. Этот взгляд разочаровывает мужчину. Он не может наслаждаться энергией счастья, любви от этой женщины. И в результате, ну, понимаете, мужчине нужна энергия любви. Вот женщина энергия любви получает изнутри себя. А мужчины не получают. Поэтому мужчины испиваются. Потому что бутылка — это заменитель энергии любви. Когда гуси хотят кушать, им подкладывают песок в еду. Чтоб они наедались быстрее. Понимаете? Так же мужчина. Если любви не хватает, он пьет. Это заменитель любви просто. А кубуся — заменитель пищи — песок. А как понять, хорошая тебя карма или плохая? Ну, это несложно понять. Если родители ругаются, разводятся, значит, уже понятно, что плохая. А если в семье, в детстве всё хорошо, то, значит, хорошее, скорее всего. Карма меняется с помощью духовной жизни. Она сжигается всегда. Она не то, что меняется на противоположную. Просто дорога может идти вверх, а может стать пологой. Когда человек в сердце думает о святости, возвышенности, его дорога судьбы начинает опускаться вниз. Трудности уменьшаются, сглаживаются. Это означает отношение просто к ним. Вот, допустим, женщина, которая молится, она одинока, допустим, да? У неё никого нет. Но в результате молитвы она получает вот эту чистоту счастья. И у неё румянец на лице появляется. Она становится красивой, несмотря на то, что она одинока. Что это значит? Что больше шансов, что на неё будут смотреть. Понимаете, о чём я говорю? То есть отношение к жизни меняется, и меняется судьба. Судьба соткана из отношения к жизни. Если человек верит, что он никакого не найдёт, кого он может найти? Эта вера же от него исходит. Если человек знает, что всё будет хорошо, потому что он верит в Бога, то тогда всё наоборот происходит. К нему привлекаются люди, хотя ему не положено по судьбе. У него сердце отталкивает всех, но вера примагничивает. Таким образом, судьба не меняется, она смягчается просто. И может смягчиться, да прямо противоположный. Что человек, который не положено замуж, в результате духовной жизни становится положенным. Если человек, кто не поливает цветок, цветок поливать нектаром, он вырастает с большой пушистой. Если поливать гнилью, то он вянет. Понимаете? Поливайтесь своё сердце тем, чем надо. Ваша судьба будет блестящей. Мы с вами сейчас отвлеклись от темы. Мы говорили о том, что женщина, верность – это одно из главных качеств, обязанностей женщины. И если женщина верна, то тогда она держит рядом с собой мужчину таким образом, с помощью этой силы верности. Понятная система? Видите, каждая обязанность, она несёт в себе глубинный смысл. Она означает преимущество всегда. Если женщина ведёт себя правильно, она получает преимущество в жизни. Идёт в себе неправильные недостатки. Женщина должна уметь воспитывать мужа мягким уступчивым тоном. Надо сказать примерно 50 раз одно мягким уступчивым тоном, чтобы мужчина до мужчины дошло. На 20-м он поймёт, что в этом что-то есть. Первый раз вообще не работает. Вот, допустим, ему сказали, что, мой дорогой, нужно носки класть вот в это место, когда пришёл с работы. Он вообще не заметит эту фразу. Потому что мужчина очень сильно устремлён во что-то своё. Вы не волнуйтесь, не переживайте, просто поймите, что это начало пути. Потом вы должны также с любовью сказать, носочки вот сюда кладём и показать, куда. Вот на 20-й раз он скажет, я обязательно запомню на 20-й раз. Он же поймёт, что надо запомнить, потому что жена говорила уже много раз, он не запоминал. А если он матерится, то тогда надо с молитвой готовить пищу и в молитву вкладывать, думать о Боге, слушать голос возвышенного человека и вкладывать туда вот этот смысл. Не такой смысл «не материмся», не такой смысл. Не негативный смысл, а позитивный смысл вкладывает в смысл «возвышенно говорим». Возвышенная речь должна быть. Потому что у человека есть три стадии развития Личности. Первая стадия называется «сильный эгоизм» или «невежество». Когда человек на невежественной стадии находится, он себя считает главным в жизни, никого не хочет слушать. У него очень жёсткая, грубая речь. Вот он живёт прошлым. И это называется невежественное существо. Он скорбит в своём сердце всегда. Есть даже для этой стадии, есть свой язык, это мат. Есть свои песни, это шансон. Они всегда со скорбинкой. Песни для невежественных людей. Людей, которые как бы живут в этом жёстком таком эгоизме. Они со скорбинкой. Там есть и любовь, как бы есть отношения. Но они имеют свой характер определённый. А белый лебедь на пруду Роняет павшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу. Это такая скорбинка, нажим такой психический. И как бы яркое выражение этих песен уже там, это блатные песни уже, та же самая мотив, тот же самый, всё нормально, но уже с явным выражением этих невежественных чувств эгоизма. Тебе оправдываться поздно, посмотри на звёзды, посмотри на это небо, видишь это всё в последний раз. Тоже та же самая скорбинка, но уже с определённой эмоцией злобы, понимаете? Это невежественная жизнь, означает очень сильный эгоизм, такой густой. Люди в таком эгоизме, им очень трудно контролировать свои чувства. Обычно они имеют вредные привычки, курят, пьют, занимаются развратом и как бы не сильно беспокоятся о том, как они живут. Для таких людей свойственен мат, свойственны пословицы, пускай и работает железная пила, не для того меня мама родила и так далее. Понимаете? То есть это стиль, вот этот жизни, означает очень, ну, эгоизм работать неправильно. Чувство, собственно, достойно направлено на то, чтобы грести под себя очень сильно. Понимаете, как это меняется? С помощью духовной практики, духовной жизни. Допустим, муж матерится, молитесь, 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 пищу готовьте и возвышайте его сознание. Постепенно мат отвалится и появится другое восприятие мира. Следующая стадия полоса жизни называется страсть. Эта полоса жизни характеризуется тем, что человек устремлён уже не в прошлое, он не в разочаровании живёт, а в сильном напряжении желает достичь счастья для себя. Он тоже эгоистично настроен, он хочет счастья для себя, но у него как бы очень сильная вот такая, как бы устремлённость, направленность в сторону, как бы, вот этого своего счастья. И, как бы, иногда эта направленность выражается очень, допустим, благостно так, хорошо, по-доброму. Иногда она выражается в виде агрессии, но так или иначе, это означает вера в будущее, она заставляет человека много работать, трудиться и, в конце концов, потерять себя. Ну, раз мы об этом заговорили, можно послушать. ПЕСНЯ 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 Видите, все начинается нежно, очень красиво, хорошо, но результат печальный. Потому что когда человек устремляется в будущее, он упахивается как гышак, он верит, что когда-нибудь ему будет лучше. Сначала он в школе думает, вот я выучусь в школе, тогда стану счастливым. Выучился, думает, вот когда в институт поступлю, тогда стану счастливым. Поступил в институт, вот когда закончу, тогда стану счастливым. Закончил институт, вот когда работу хорошую найду, тогда стану счастливым. Я говорю, самый лучший вариант. Нашел хорошую работу. Вот когда деньги приносить начну нормально, тогда стану счастливым. Значит, вот когда квартиру куплю, тогда стану счастливым. Вот когда мебелирую квартиру, стану счастливым, мебелирую. Вот когда машину куплю, стану счастливым. Когда дети в институте выучатся, тогда стану счастливым. Когда внуки подрастут, раз и умер. Всё ещё впереди. Понимаете, да? Ну то есть надо понять эту идею, что счастье означает принятие того, что есть. Счастье означает «сейчас», «я» означает существование. Когда человек принимает то, что есть, понимаете, он тогда становится счастливым. Но для этого нужна аскетизм, нужна сила, внутренняя сила, понимаете, даёт такое принятие. Человек должен быть очень сильным внутри. Эта сила, она по-разному может создаваться в сердце, понимаете, но в целом надо в эту сторону устремиться. Благость означает, что человек стремится к знанию, он принимает свою жизнь, он молитвой принимает судьбу, принимает своего мужа, жену, детей и всё как есть. Он пытается в этом найти чистоту и силу. То, что у него есть, он пытается сжечь обиды, неприятности все в своём сердце. Он утверждается в настоящем. Для этого нужна сила, понимаете, способность побеждать. Эта способность побеждать может по-разному проявляться, иногда даже просто в том, что человек начинает здоровый образ жизни вести. Но это всегда победоносно, это всегда приводит к победе. ПЕСНЯ И так далее. Понятная система, нет? Это аскеза. Ну-ка, солнце ярче, брызни, золотыми лучами обжигай. То есть я не боюсь солнца. Эй, товарищ, больше жизни, закаляйся как сталь, понимаете? Солнце светит, закаляемся солнцем. Вода холодная, закаляемся водой. Муж пьёт, закаляемся мужем. Система ясна, нет? Закаляйся означает принимать судьбу. Означает восстань против депрессии, против обиды, печали. Прими то, что есть от жизни. Это называется счастье. Человек становится счастливым, когда он всё принял. Женщина тоже принимает по-женски? Нет, есть другие. Женская психология, есть мужская. Но принять означает принятие. Это по-женски уже. Хорошо, по-женски. Значит, по-женски. Хорошо, как скажете. Слушайте, женское. Женское принятие. Ситуация такая, что женщина удалия от семьи. Она принимает? Ситуация такая, что женщина удаляется. Ситуация такая, что женщина удаляется. Ситуация такая, что женщина удаляется. Объем работы описывается. Объем работы. А теперь благость, сила воли. Удача награда за смелость. Объем работы. Ситуация такая, что женщина удаляется. Ситуация такая, что женщина удаляется. Ситуация такая, что женщина удаляется. Видите, может волей женская быть. Чистоты, терпение и так далее. Сила воли есть у женщин также. И то, что они слабые совсем. Они могут ждать, терпеть, верить и так далее. Понятно, да? Позиция счастья означает позиция, в которой человек побеждает судьбу. Если вы действительно хотите это понять, мои хорошие, я словами объяснить не могу. Это нужно действие. Нужно, чтобы вы это увидели в сильных эмоциях. Поэтому, пожалуйста, приходите на четвертый день, когда меня здесь уже не будет. Приходите к ребятам, которых я много лет просил это сделать. Они начали делать спектакли по моим лекциям. И вот по этой теме «Семейные отношения» есть спектакль «Я счастье» называется. Он реально раскрывает великолепная игра. И вы увидите, как раскрываются отношения. Вы увидите, как человек из одних отношений переходит в другие в результате осознания. Кто такой мужчина, кто такой женщина, какие обязанности. Понимаете? Идет такая божественная трансформация в сознании человека. За час у вас перевернется восприятие вообще отношений между мужчиной и женщиной. Это спектакль. Приходите, места ограничены. Вы побоялись снимать большой зал. Успеете, попасть, попадете. Рекламная пауза. Да? Билеты на спектакль? А что, нет билетов на спектакль? Нет билетов. Там, где, дай, прошу. На первом этаже. Там же, где билетов. Приходите. Это очень мощные артисты, мои друзья. Мы с ними долго готовились к этому. И когда я смотрел, я плакал просто. Это спектакль удивительный. Очень красивый. Видите, у мужчин такая природа, что надо, чтобы они повторили много раз, чтобы они реально были настроены слушать о мужских обязанностях. Если мужчины как бы ждут, они уже настраиваются, готовы на всё. Хорошо? Потому что мужчинам слушать несколько раз тяжелее, чем женщинам. Я делал исследование научное и узнал, что мужчины и женщины в три раза чаще ходят на лекции и в два раза быстрее изменяют свою жизнь с помощью лекций. Мужчины в три раза реже ходят на лекции и меняют свою жизнь в два раза медленнее. Но когда они её меняют, они меняют навсегда. А женщины потом могут вернуться назад. Поэтому мужчины — это тяжелая артиллерия. раз мужчины настаивают, я ждал этого вопроса второго уже такого нетерпеливого от мужчин. Но когда мужские обязанности? Хорошо, начнём. Вы расслабьтесь. Так, первое, что мужчина должен понять, он должен понять, что он должен контролировать свою половую энергию. Должен понять, что чем больше он занимается сексом, тем меньше у него сил работать над собой, менять свою судьбу и так далее. Всё уходит вниз. Краник открыт, вода вся выливается, нет силы, понимаете? Нет возможности. Приняли? Да, как часто ваша. Движемся дальше. Хорошо. Мужчина, главная обязанность для мужчины — это работа над собой. Мужчина должен быть мужчиной. Он должен обязательно делать зарядку, он должен обязательно иногда поститься, закаляться, спать на твёрдом. Он должен развивать в себе силу внутреннюю. Главный недостаток женщины — это страх. Главный недостаток мужчины — это чувство неполноценности собственной, неразвитости. И это чувство, она или вбивает мужчину, он спивается, курить начинает, или она, или мужчина всю жизнь сражается с этим чувством и становится мужчиной. Одно из двух. Понимаете, веды описывают, что женщина — это река, по которой течёт жизнь всей семьи. Женщина счастлива, семья счастлива. Река жизни течёт через женщину. Женщина — это река жизни. Мужчина — это берега. Они создают возможность этой реке течь. Понимаете? Если мужчина, берега крутые, означает, что мужчина способен терпеть недостатки женщины, её эмоции. Он способен быть твёрдым, сильным, ответственным, решительным, храбрым, аскетичным. Это значит, он здоровый и счастливый, и жена счастливая. Женщине очень легко быть верной такому мужчине. Очень легко. Женщине не надо напрягаться, чтобы быть верной мужчине, который прощает, терпит, быть ответственной, себя ведёт. Она не может просто бросить такого человека. Такая корова нужна самому. Не вытаешь сзади, не устанет рука. Утильная. Но стать таким мужчином очень сложно, мужчиной. Это требует огромных внутренних сил. Есть критерий простой, когда мужчина может жениться, когда нет. Если мужчина не может терпеть женские эмоции в отношениях, значит, он должен стараться вести отречённую жизнь, не встречаться с девушками, а копить силы в себе. Если мужчина гуляет, он теряет силы. Потому что есть женская энергия, это означает гулёж у мужчины, он в женскую сторону погружается, в сторону расслабления, и с ней как бы безвольности, или самоконтроль. Когда мужчина контролирует себя, он цельбат держит, развивает себя как личность, тогда у него увеличиваются мужество, храбрость, память, отвага, выносливость, разумность, решимость и так далее. Мужские качества. Главная обязанность мужчины — это вести семью к духовному развитию. Женщина не может на себя взять эту обязанность, у нее нет стойкости. Мужчина есть стойкость, но чаще всего он направляет ее не в ту сторону. В лучшем случае мужчина очень погружен в зарабатывание денег. Это в лучшем случае. Это уже неплохо для семьи. В худшем случае мужчина погружен в выпивку. Понимаете, мужчина может двигаться или вверх, или вниз, он не может стоять на месте. Женская природа стабильная, мужская динамичная. Мужчина может деградировать за несколько лет, превратиться в тряпку, убить себя, или он может выйти из этого тряпочного состояния и стать святым. Опять же, за несколько лет. Все зависит от того, куда он движется. Поменять движение мужчины очень сложно. Это женщина должна это сделать. Женщина вдохновляет мужчину поменять движение своей жизни. Поэтому женщина склонна быстрее находить веру, находить чистоту, находить нужные лекции и так далее. У женщины это срабатывает лучше, потому что она сердцем видит жизнь. А мужчина видит устремленностью жизни. Он устремлен, если не в ту сторону, ему очень трудно понимать направление. Для этого нужно много лет. Поэтому женщина правильно настроена, она просто терпит, прощает мужа и вдохновляет его потихоньку менять свою жизнь. Часто, даже тайным образом, просто через освященную пищу, молитвы, через просто вот желание это, чтобы он поменялся. Но если женщина капает на мозги мужчине, его обвиняют в том, что он пьет, мучает его, тогда будет еще хуже. Он еще больше будет деградировать от этого и спиваться. Мужчина должен учиться терпеть эмоции женщины, прощать. Он должен понимать, что женщина не может контролировать свою психику. Она живет на эмоциях, поэтому она и красивая, она женщина. Эмоция означает энергия сердца, энергия любви. если мужчина не понимает этого, начинает ее ограничивать в ее эмоциях, пытается ее как-то держать в рамках. Женщина не чувствует себя счастливой. Она чувствует себя счастливой, когда она может поплакать, подойти к мужу, пожаловаться и так далее. Это означает отношения для нее, жизнь, близкие отношения для женщины означает возможность пожаловаться, поплакать и ну как бы проявить чувство в отношениях с мужем. Всегда это аскеза для мужчины. Когда женщина платит, он напрягается, жалуется, он напрягается и так далее. Но мужчина сильный мужчина, он воспринимает женщину спокойно, не выходит из равновесия, означает берега очень высокий. Она может плыть и так, и так, как хочешь. Но всегда берега остаются крепкими и она счастлива с таким мужчиной. Женщина всегда пилит суп, на котором сидит. Она испытывает мужчину всегда. Потом, если она все-таки его перепилила, она очень страдает от этого. Она становится несчастной, говорит, что же я наделала, я загубила свою судьбу, потеряла такого хорошего человека. Поэтому не надо обращать внимание на то, что тебя жена пилит. Это обычное дело. Это означает, что ты становишься крепче. Если мужчина способен терпеть эмоции женщины, значит, он уже созрел для женитьбы. Если нет, значит, он должен стараться подальше от женщин держаться. Нужно гулять. Избавиться от пьянства, курения, вредных привычек мужчина может только с помощью духовной жизни. Понимаете, когда человек получает более высокий вкус, отваливается более низкий. Это сравнивается с тем, что если человек получил мед, ему сахар уже не нужен. Более сладкий вкус заменяет менее сладкий. Мужчина пьет, потому что он не может расслабиться, ему трудно жить. У него есть какие-то накапливается тяжелая психическая энергия, ему нужна разгрузка, он не может без нее жить. Он пьет. Есть такие исследования, что если человеку бросит пить, у него будет инфаркт резко вот так, потому что энергия плохая накапливается, он не может снять напряжение. Приходится пить или курить, или еще что-то делать такое. Мужчина должна спокойно это все воспринимать. Это означает, что в семье не хватает чистого светлого, не хватает духовной энергии, понимаете, которая снимает напряжение в конечном счете. Приведу вам такой пример. Я прилетел с Москвы в Новосибирск, ночь не спал, напряжение очень большое, меня сводили в баню, мне стало легче, меня вкусно накормили освященной пищей, мне стало легче. Но пока сегодня я не помолился, вот сегодня мне предоставилась возможность с утра очень погрузиться в молитву серьезно, я не смог почувствовать себя удовлетворенным, здоровым и счастливым. Ни сон, ни баня, ни еда, ничего не помогло так сильно, как вот это погружение внутреннее в отношении с Богом. Я сегодня просто вот так огурчик, понимаете, из-за этого, потому что я прошел вот этот этап, убедил все, что трудности, все, которые возникли в жизни с помощью внутренней работы. Но это не значит, что каждый человек может это делать, надо этого просто учиться. Но не надо думать, что если вы не можете этого делать, мужчины, то вы сможете жить счастливо и здорово. есть, конечно, способы снимать напряжение другие, но не слишком глубокое. И это тоже надо знать и надо использовать. Для мужчин один из главных способов снимать напряжение это физическая культура. Для каждого свое. Кому-то бегать надо, кому-то бороться, кому-то волейбол играть, кому-то тягать гирю, кому-то плавать. Понимаете, каждый должен найти свой способ снимать напряжение с помощью движения. Это мужской способ быть здоровым и крепким и счастливым. Если вы этого способа не имеете, не надейтесь на то, чтобы быть здоровым. Мужчине вообще не надо лечиться нигде, понимаете? Если вы хотите быть здоровым, просто бегайте, прыгайте, качайтесь и все прочее. Как только мужчина начинает вот это движение заниматься, он выздоравливает от любых болезней и излечивается. Мужской организм настолько сильный, просто нужна аскеза какая-то и все. Если мужчина сильно поправляет, сильно толстый, ему обязательно надо поститься. Просто голодать. Тоже мужская аскеза. если мужчина чувствует, что он гиподинамичный, такой вялый, значит, нужно движение, бегать там, еще что-то, делать противоположные вещи. Если мужчину жарко, слишком жарко по жизни, нужно закаливаться. Если слишком холодно, значит, нужно активные движения совершать, какие-то зарядки, чтобы разогреваться и так далее. А если женщина вялая? Все женщины вялые. Где вы невялых женщин видели? Губанка женщина более такая активная, редко встретишь. Такая активная, такая счастливая, жизнерадостная, активная. Ну, редко. В основном печальная. Движение женщины означает танцы, аэробика, то есть под музыку, мягко, платно. То есть женщина должна двигаться всегда, движение с любовью должно быть. Не просто там ля, два, три, четыре, гири там поднимать. Даже гири, маленькие гирки можно поднимать под музыку с любовью. Раз, два, три, четыре. Понимаете, означает счастье женское, женское здоровье и сила зависят от гормонов. Гормональный функт означает энергии любви. Если женщина все с любовью сделает, она счастливая и здоровая. Если она делает без любви, там, гантель, она идет от репли, все, не теряется счастье, теряется здоровье. Женщина тоже должна двигаться обязательно, но это танцы. Даже бегать она должна тоже с любовью. Раз, два, под музыку бежим, счастливы, если она хочет бегать, понимаете? Это уже не мужской бег, это женский бег. Одной ногой пишем, другой зачеркиваем. А? Чем? Тяжелой атлетикой с любовью. Ну, можно морду бить с любовью кому-то, тяжелой атлетикой. Это уже не женские виды спорта. Они увеличивают мужские гормоны. Можно с любовью на танки ездить, стрелять с любовью в противника. Не женское дело уже, не женские виды спорта. Конечно, есть такие женщины, Жанна Барк и так далее, но это исключение скорее из правил. Конечно, природу никуда не денешь. Если у вас много мужской природы, вам хочется гири таскать, ну, таскайте под музыку. Таскайте гири. Ну, что я могу сказать? ла-ла-ла. У-у-у-у. Итак, мужчина обязан вести куда-то семью. Какое направление он дает, туда семья идет. Женская энергия, она податливая. Женщина может чем-то интересоваться, увлекаться, потом загаснуть. Мужчина должен взять на себя ответственность двигаться вперед и идти вперед. Зная, что женщина и всегда будет ему помогать в этом. Она иногда может, иногда нет. Она у нее все зависит от вдохновения. Иногда у нее есть на что-то энтузиазм, иногда нет энтузиазма. Мужчина должен всегда двигаться в одном направлении жизни. Мужчина должен найти свое дело любимое в жизни. Это возможно, если просто что-то делать. Часто мужчины думают, я буду сидеть дома и искать себе работу. Невозможно. От этого теряются силы, мужская воля, и мужчина становится как тряпка. Мужчина не должен сидеть дома, он должен работать где-нибудь хотя бы, хотя бы ящики таскать, но быть оставаться мужчиной. Если мужчина засел дома, все, он теряет себя. Каждый день вычеркивается из его жизни как победоносный. Мужчина должен обязательно трудиться. Труд облагораживает мужское сердце и раскрывает в нем разум. Через действия, через поступки мужчина постепенно находит в жизни себя. Начал работать там, поменял туда, поменял туда, в дом бац, нашел себя. Понимаете? То есть движение. Нужен труд, ответственность. Если мужчина безответственно ведет себя, он не может развиваться. Не нужно думать, что мужчина должен обязательно иметь себе любовницу. Это неправильное представление о мужчине. Оно развито сейчас в современном обществе, но неправильное. Потому что это разрушает мужественность. Мужчина становится манщиком, он перестает быть твердым. Мужская сила крепнет в одних отношениях. Надо терпеть свою жену, принимать ее, прощать, понимать, что все так живут. Потому что женщина дарит любовь с одной стороны, а это получаешь любовь от нее, с другой стороны проблемы. Женщина с две стороны, одна любовь, другая проблемы. Причем чем больше любить, тем больше проблем. Здесь тогда мужчина женится, потому что они еще недоразвиты, чтобы не жениться. Все развитые мужчины идут в монастыри, занимаются духовной практикой. И там они получают самое лучшее развитие своего характера. Самые мужественные мужчины отказываются от отношений с женщиной, идут в монастыри. Женщины не надо никуда идти, они должны обязательно выйти замуж. Не волнуйтесь, мужиков хватит. То, что я сказал, все развитые мужчины идут в монастырь, не означает, что все мужчины сейчас идут в монастырь. Однозначно, что таких мужчин будет очень и очень мало. Если вы хотите правду, я вам говорю правду. Вы можете к ней относиться как хотите. Понимаете, самое высшее приложение человека это любовь к Богу. и самое высшее проявление жизни человеческой это отношение с Богом. Женщина это противложная энергия любви. Женская любовь это эгоистичная любовь. Бога бескорыстна. Но если мужчина женится честно, понимая, что он не такой развитый, а это 999% мужчин, то тогда он должен понять, что развитость мужчины означает оставаться в одних отношениях, никуда не прыгать. развиваться дальше мужчина развивается как мужчина, терпя свою жену, принимая ее характер, скрипя. Понимаете, женщина всегда свою судьбу сбрасывает на мужчину, а мужчина всегда принимает судьбу жены. мужчина как елка, на которой вешают игрушки. Чем на елку больше вешаются игрушек, тем она крепче становится, понимаете, ствол крепче, становится, если мы имеем ввиду елка, которая растет, не которую срубили. Понимаете, о чем я говорю или нет? Любой женщине тяжелая карта. Ладно, если вы хотите глубже, хотите глубже? Кто не хочет, поднимите руку. Все хотят, хорошо. Мужчина и женщина есть, у любого человека есть два психических цилиндра. Один внешний цилиндр связан с поведением, поступками. Внутренний психический цилиндр связан с характером и возможностью работать над ним. Таким образом устроена психика противоположной мужчине и женщине. У женщины внешний цилиндр психический, очень мягкий, покладистый. Это означает, что в поведении она может себя менять. Она, допустим, на работу пришла, так себя ведет. Домой пришла, по-другому себя ведет. С кошечкой, таким образом, с детьми, таким образом. Она всегда меняет свое поведение в зависимости от обстановки. Ей несложно подстроиться. Женщине несложно подстроиться, у нее внешний психический цилиндр очень податливый, мягкий. И она всегда и от себя и от других скрывает внутренний психический цилиндр, то есть свой характер. Такой уж у нас характер особенный такой. Она скрывает свой характер от себя и от других, потому что для женщины ее характер это большая трудность. У женщины характер меняется с большим трудом, он имеет фундаментальную природу, и ей очень трудно что-либо в нем изменить, но ей легко менять поведение. Теперь возьмем мужчину. Там все наоборот. Мужчина очень закостенелая психика с точки зрения поведения. Ему очень трудно поменять свои привычки, поведение, ему трудно свои занятия поменять. Понимаете, то есть он вот как развился, такой он и есть. Паровоз куда едет, туда едет, понимаете, с ним ничего не сделаешь. Но у мужчины очень мягкий и податливый характер. Когда люди встречаются, они сначала действуют на уровне внешнего цилиндра, потом постепенно начинают видеть внутреннюю психику, глубокую, скрытую психику от глаз. Так, когда люди встречаются, что видит мужчина в женщине? Он видит очень мягкий, податливый характер. И как бы он говорит, я летчик. Она говорит, а я всегда мечтала за летчика выйти замуж. Хотя на самом деле она никогда об этом не думала. Просто вот она почувствовала, что ей нравится, что он летчик. И все. Это означает, что ее характер очень мягкий, податливый, она вот любит человека, и ей нравится, что он летчик. А если он был, допустим, трактористом, ей бы понравилось, что он тракторист. Понимаете, она просто любит то, что у него есть. И она это принимает очень легко. Но так как мужчина не такой, он думает, здорово, мне повезло, я встретил такого человека, которому нравится, что я тракторист. Не понимает просто, что перед ним женщина стоит. Потому что трудно понять друг друга. Мы разные. Итак, женщина очень податливая, а мужчина смотрит, он такой крепкий, твердый, думает, на него можно опереться, он такой супер, спокойный, крепкий, твердый, все, можно на него опереться, я с ним буду счастлив в жизни. Потому что она-то себя не чувствует устойчиво, она беспокоится постоянно, у нее он беспокойный, и то туда, то сюда, то одно, другое, все время все разное, она сама успокоилась рядом с ним, думает, вот здорово, супер. Потом начинают вместе жить. Мужчине понравится, что жена все время уступает, она такая податливая, думает, классно, супер, я вот такой неподатливый, она податливая, классно, все, будем жить счастливы. Проходит некоторое время, тут мужчина обнаруживает, что жену оказывается очень трудно свернуть с места, у нее есть определенные черты характера, которые вообще поменять невозможно просто, легче убиться, чем их поменять. А женщина понимает постепенно, видит, что мужчина, хоть он и кажется таким крепким и твердым, внутри он очень мягкий, из него можно лепить, что хочешь, но только с помощью любви, для этого надо свой внешний психический цилиндр проникнуть, мягким уступчивым подходом, надо под ключ от сердца мужчины найти, открыть его и там потихонечку незаметно для него лепить все, что хочешь. Его характер меняется, он становится другим, таким, как женщина хочет. Но мужчина, если он правильно себя ведет, мужественно, то постепенно он принимает характер жены, он дает ей возможность иметь ее недостатки природные, женские. А женщина принимает вот эту твердость внешнюю мужчины и уступчиво себя с ним ведет. В результате наступает гармония. В этом обязанности мужчины и женщины. Понятно? В теории, да. Ну, хотя бы в теории. То есть, женщина не должна бояться вот эту твердость, непреклонность мужчины. С помощью любви она должна к ней относиться. Мужчине не должен бояться вот эту вот неизменность характера женщины, потому что в этом характере женский нам есть одна особенность. у женщины помимо плохих черт характера неизменных также очень много хороших. Женщина имеет фундамент в характере, понимаете, чистый и светлый фундамент. Женщина по природе склонна к чистоте, к совестливости, она склонна к правильному восприятию мира, понимаете, у нее есть фундамент, у женщины. А у мужчины в характере нет фундамента. Он сегодня правдивый, завтра лживый, понимаете, поэтому женщина фундаментирует мужчину, если правильное отношение между мужчиной и женщиной, а мужчина тогда принимает вот эту совестливость жены, она говорит, мы никогда не будем обманывать. Он говорит, хорошо, я согласен. И она ему говорит, ну всегда у нас чистота должна быть в квартире, он говорит, хорошо, я согласен. Она говорит, мы всегда будем в молитве жить, мы не хотим быть неверующими, хорошо, я согласен. Понимаете, то есть женщина дает мужчине вот эту стабильность в хорошем. И это главная особенность женщины. Но для того, чтобы она дала стабильность в хорошем, он должен сначала принять ее все недостатки и не обращать на них внимания. И тогда высвечивается вот эта стабильная чистота женщины, которая фундаментирует правильное отношение в жизни. С другой стороны, если женщина принимает упертость мужа, его вот эту вот напряженность характера, такую категоричность, занудливость эту его всю вот бзики все эти мужские, и она если принимает, спокойно к этому относится, то тогда мужчине высвечивается способность вести за собой. Он становится очень надежным человеком, понимаете? Но надежность его надо заслужить. Если ты не принимаешь его недостатки, ты упираешься в этих недостатки, значит он в позиции этих недостатков и начнет действовать. Во что-то уперлась, такой он будет, понимаете? Поэтому существует правило такое. Напишите все недостатки мужа и все его хорошие качества с другой стороны. Вот так напишите. И в молитве, в работе над собой, если вы увидели, что вы приняли какой-то недостаток, вы его вычеркиваете. А хорошие качества, которые вы развиваете в мужа и на них обращаете внимание, подчеркиваете наоборот. И вы когда у вас через половину придет, то есть недостатки станут в половину меньше, вы их приняли, а хорошие качества почти все подчеркнуты, с этого момента у вас начнется счастливая семейная жизнь. Все. Это означает первая стадия просто принятия. Даже на этой первой стадии люди уже счастливы становятся. Я уж не говорю про следующую стадию, уважение, когда люди просто думают о том, как здорово, что я с этим человеком живу. В нем столько хорошего всего, светлого. А следующая стадия — верность. Это вообще потрясающая вещь. Я вам песни вчера крутил. Я уплываю, время несет меня. То есть верность — это уже все вечные отношения. Люди не расстаются. Означает, что они в следующей жизни тоже вместе будут. Это ведок описано. А есть еще искренность в отношениях. А значит, что внуки нет не доставки. Вам так кажется. А сколько вы живете вместе? Четыре года замуж. Супер. Такое бывает? Чем он занимается у вас? Весенство. А? Весенство. Да. А он вообще духовной практикой занимается? Работает над собой? Природно такой хороший человек, да? Наверное. Что значит, наверное? Я не понял. Бывает такое? Поднимите руку. Вот кто в семье не ссорится совсем? Вообще не ссорится. Видите, несколько человек есть. А кто никогда не мерится? Поднимите руку. Такое тоже бывает. Понимаете, в основном все ссорятся и видят другие недостатки. И если вот вы услышали что-то необычное для себя и говорите, у меня нет, мы не ссоримся, у нас нет недостатков. Ну, значит, тогда вам не нужен вот этот семинар, не сильно нужен. Вам надо прийти на другие мои лекции, там, работа над собой, развитие разума, там, и так далее. Вам надо уже другим знания давать людям, учить их правильность в семейной жизни. У вас, значит, это отработана судьба, то есть у вас нет таких проблем в судьбе. У вас есть другая трудность. Люди, когда не видят недостатки в друг друге, они начинают сильно верить друг в друга, больше, чем в Бога. В результате, если близкий человек теряется, то второй человек уже не может выжить без него. Понимаете, да? Понимаю. Я просто буду считать, что у него недостатки. Ну, так это же и есть вот эта вот проблема. Значит, у него есть недостатки все-таки. Ведь недостатки в своей жене – это и есть недостаток. Главное. Понимаете, в отношениях всегда есть два полюса. Один полюс – это любить, а второй – отдавать любовь. Всегда у всех людей. Когда эти полюса меняются местами, тогда наступает счастливая жизнь. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Допустим, люди встречаются, один любит другого человека. Это не важно, мужчина и женщина, не важно. Один любит, другой отдает свою любовь. Как это выражается в жизни? Тот, кто любит, он уступает всегда на втором месте. Он обижается, думает, меня не уважают здесь, в этих отношениях. Он уступает, он слабую позицию занимает, потому что он слабее в отношениях. Тот, кто любит, тот, кто отдает любовь, он наглеет. Отдает любовь, понимаете, он как бы, его любят же. Ну, он не против, понимаете, он не против. Означает, что этот человек, если это мужчина, допустим, отдает любовь, его любит жена, тогда он утверждает мужские принципы в этой семье. Он говорит, у нас будет все так, он главный, жена не может рта открыть. Понимаете, она как рабыня Изаура, бегает, прыгает перед ним на задних лапках, он с крутой, пальцы веером, понимаете, недостатки все у жены, у меня нет недостатков. Это нормально. Потом они живут вместе, работают над собой, жена молится. Как вы думаете, кто больше склонен трудиться, тот, кто любит, или тот, кто отдает любовь? Тот, кто любит, да. То есть жена в этом случае, она работает над собой, молитвы читает, и постепенно его сердце переполняется благодарностью. Он чувствует, что она хороший человек, и с этого момента качели начинают постепенно двигаться в другую сторону. Вот буквы, да, мы говорили. Качели в другую сторону движутся, означает, что он постепенно начинает уступать ей, принимать ее характер, начинает давать ей возможность раскрываться, не зажимает ее, а дает ей возможность свое мнение иметь. Она его начинает воспитывать в это время потихоньку, объяснять смиренно, что не так. И в тот момент, когда качели перекачнутся, и он начнет очень сильно уважать ее, ценить, быть верным ей, в этот момент начинаются настоящие отношения. В тот момент, когда меняются они местами, он начинает любить, а она начинает отдавать любовь. Вот тогда они сдали все свои экзамены. Когда женщина отдает любовь, мужчина любит, женщина ведет себя пальцем веером, она капризничает, она как бы заставляет его бегать на задних лапках перед ней. Она обычно дома ничего не делает. То есть ведет себя очень больно. Ну то есть как бы выносит ему мозги постоянно. То есть требует себе внимания очень большого. При малейшем поводе как бы истерики закатывает и заставляет его быть по струнке. Обычно такой мужчина очень серьезный, ответственный. Обычно ведет себя хорошо, старается, трудится для жены, и вкладывает в нее силы. Она обычно как бы не обращает на это сильно большое внимание. Почему? Потому что она дает любовь. Она имеет право. Но если мужчина ведет себя правильно, он очень серьезный, ответственный в отношениях, она постепенно видит, что он очень хороший человек и начинает его за это уважать, ценить. Она становится ему благодарной и в результате она становится послушной. Начинает готовить ему потихоньку, начинает заботиться, понимаете? И постепенно она вдруг начинает в какой-то момент служить ему больше, чем он ей. И в этот момент это значит, что все позади уже. Плохая карма этой семьи закончилась. Я абсолютно уверен, что у вас у всех есть одна сторона этих качелей. И также уверен, что большинство из вас любят, а не любимые. Потому что если человек любимый, ему нет с чем приходить на лекцию, у него как бы и так все классно. Что ему здесь делать? Понимаете, о чем я говорю или нет? Ну, может быть, и по-другому. Я не знаю. Вы разберитесь в своих отношениях. Всегда вот качели в одну сторону наклонены обычно. Но часто бывает и так, что качели уже вообще никуда не наклонены. Они просто сломались уже. Потому что часто бывает так, что люди разочарованы в друг друге. И у них уже нет обмена. Они просто тупо живут друг с другом и терпят друг друга. Понимаете? Это означает, что качели уже трещину дали. Обмена нет. Энергии любви не движутся. Потому что человек не согласен, что я только обдаю. Чаще всего так бывает. Давай назад любовь требует. А это ты сдай экзамен сначала, получишь назад потом. Вот вам и обязанности мужчины и женщины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова